Значит, здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Владимир Антипенко. И сегодня, когда я надевал эту майку, то мой племянник сказал, что здесь должно быть написано что-то такое... Как это? А? Не-не, ну здесь король, а это фраза из какой-то песни. Она означает, как бы, что-то действуй вперед и не слушай никого. Вот. А здесь еще в данном случае поменено одно слово, и поэтому еще, как это, и сверстников тоже не слушай. Вот типа того что-то. Хотя я все перепутал. Это не важно. Сегодня у нас акция «Дураки и дуры». Имеется в виду, дураки и дуры все те, кто сюда не пришел. А мы, на самом деле, здесь вполне весьма тоже дурные в чем-то. Сегодня я специально не публиковал списки тех, кто будет выступать, потому что сегодня позваны сюда действительно юмористы, так сказать, в поэтическом смысле, я считаю, такого высшего порядка. Ну, для меня, во всяком случае. И, кстати, значит, ситуация такова. Юморист выходит сюда и действует. Если он нам не интересен и надоел, будем прямо ему так и говорить. Слушай, уже не смешно, товарищ. Причем любым абсолютно, хоть новым, хоть старым. С теми, кто я договаривался, они сейчас выступят. А с кем я не договаривался, вдруг кто-то пришел пошутить, пожалуйста, это произойдет чуть позже. Сначала у нас такая запланированная программа. Я надеюсь, что мы сейчас начнем это все делать. Мне тяжело, я два месяца был в лесу, сидел с удочкой или там, не знаю, на лодке, значит, плавал. И поэтому мысли у меня приходят постепенно и не сразу. Да, я руководитель театра поэтов, послушайте в Санкт-Петербурге. Ну, все, хватит мне солировать. У меня есть предложение. Юмористы, вот придет еще народ, я знаю, что он придет. Разбейте свой юмор на две части. Сейчас давайте такое, как это, сделаем мини-представление, имеется в виду, вот как презентацию себя. Еще подойдет народ и в этом же отделении вторая часть будет уже. Давайте начнем с Михаила Пшеницы. Михаил Пшеницы, давай, Миша. Сейчас чуть-чуть, да, потом еще, хорошо? Захотелось колобка, если в нашем веке, то старуху не пошлешь поскрести сусеки. Вовсе не МНСП виновата в этом. Отчего же не пошлешь? Так амбара нету. Подожди, подожди, а что, смешно это, да? А почему никто не смеялся? Миш, ты нам что-нибудь расскажи о себе, ты кто? Подожди, кто, ты кто? Тихо! Я бухгалтер-естопник. О, хорошо. У тебя ты с меня спросил, можно ли жопа слово? А дети есть в зале? Как-то Брежнев и Подгорный поступать решили в Горный, не добрали пару баллов за незнание минералов. Взрослый сын к отцу пришел и спросил он в пьяну, папа, это хорошо выпадать в нирвану? Уловив сей мысли нить, дал ответ речистый. Вася, чем вот так вот пить, лучше стань буддистом. Миш, мы тебя услышим. Все, ты смешной? Смеялись в зале. Значит, будет еще. Давай, кто у нас? Георгий Амартов есть? Давай, Георгий. Сейчас чуть-чуть, ребят, у нас такое сейчас мини-мини-мини-мини. А потом будете много-много-много-много. Очень долго выходит. Вот почему? А, ну, сейчас поймете почему. Ну, вот Георгий единственный человек, которому я позволяю в Театре поэтов быть таким, какой он есть. Я тебя подержу. То есть смеяться сейчас не обязательно. А? Смеяться сейчас не обязательно. А, ну, не знаю. Ну, чтобы представить себя, я, наверное, прочитаю стихотворение, в котором будет только намек на основную часть выступления. Стихотворение называется «Женщина и паровоз». А вот фыркая дымом летит паровоз, блестящий, как лысина Ленина. Вдруг дама карабкается на откос. Еще одна Анна Каренина, как на раскладушку на рельсе легла, лежит, наблюдает за облаком. Машина ужасно быстро тяжела, вдруг присмирела до обморока. По тормозам бьет машинист. В воздухе все засвистело. Возьми паровоз, да и остановись перед самым недрогнувшим телом. Из облака дыма, черный как черт, спрыгнул на грешную землю. Кто? Кочегар. Труп распростертый. Видеть желая, наверное. Какой еще труп? Не до трубов тут. Грозные черные брови. Взгляд сумасшедший. Увидел он тут, что коня на скаку остановят. Единым ударом на землю повержен. Из рук лопата отобрана. Ждут машинисты приемы те же. Взметнулась в кабину, как кобра, как ураган, как торнадо, обоюдоострая. И паровоза водителя вон на грешную землю сбросила. Что делать в горячей избе? На пост. Нечего дурью маяться. Пусть бабы не лазают под паровоз, а на паровозе катаются. Хорошо, спасибо. Я понял. Так. А, видишь, аплодисменты были. То есть любители поэзии есть в зале. Хорошо. И Джамиль, давай, выходи. А, кошелек нужен, чтобы горло не пересохло. Да, да. Я ходил в поэтический вечер. Я, обычный провинциал. К сожалению, там не было свечек. Но зато новый гений блистал. 19 тысяч подписки. Это ж вон какое число. Петербуржец, видать, по прописке, знал он много кулюторных слов. Перед тем, как снимать пиджак свой, попросил разрешения у дам. И решил, что вызвал реакцию. Мол, все думали, дам, аль не дам. Но, когда он представил свой сборник, оценив его в 300 рублей, без стыда и смущения негодник, я, признато, чуть ауел. Я ведь в Курске за те же 300 прописал бы кому-то в лицо. Но, простите, в культурной столице только в лоб. Да и то за 500. Я за 300 могу нажраться. 10 раз проехать метро. И в окей купить по акции 3 бутылки вина. Мерло. 300 в Курске, дневная зарплата или сауну снять на час. Я, конечно, люблю талантов, но про 300 им лучше молчать. Ябан. О, даже браво кричать. Джамиль, куда ушел-то вообще? Ты еще выступишь же сегодня, правильно? Это было только начало. Это было только начало. Так, хорошо. Эдуард Пашков, выходи. Эдик, поэмы позже будешь читать. Сейчас сначала не поэму, хорошо? Вот, Эдуард Пашков живет у нас далеко от... Вернее, теперь это Петербург уже, да? А, Петродворец. Петродворец. А, хорошо. Я подержу пока. Я стойко сегодня. Так, коротенько, да? Ты что хочешь, я все равно. Все люди благородные стараются иметь в питье порядка соблюдения. К различным винам свечи полагаются. К ликером экзотичные растения. Я, господа, со стеклоочистителем пришел домой и счел не без иронии. Битье меня тефлоновым покрытием, ужасным нарушением гармонии. Я сгибу, что будет смешно. Хорошо. Детей так люблю я, что даже сегодня, забыв про рутину, спросил на ходу у мамаши. Два годика вашему сыну. Шестой уже дочери минул. Мамаша в лице исказилась. Да что вы! Я что-то воскликнул. Ах, как хорошо сохранилось! И последненькое. Я просто не ожидал. Я думал сразу... Сейчас это, а потом... Ей выгоняющий в мороз поэтов пьяных. Я говорю в сердцах и в кедах рваных. Допустим, женщина, мы все уйдем отсюда. Но что останется? Немытая посуда. Гляжу с усмешкой в ее очи злые. Нет, женщина, немытая Россия. Так, и с кем я сегодня еще договаривался? Настя, вы у нас такой внеплановый парадист, хорошо? Но вы в основной программе будете, все в порядке. Только вы внеплановый. Вы сейчас выйдете, и больше потом вам нечего тогда будет. С кем, кто еще у нас будет? А, Олег, давай, иди сюда. Олег, Лин и Игорь Кабанов. Выходи тоже сюда, давай. Игорь, Игорь, пройди ты там. Ну, посмотри, вот там можно пройти. Да, меня зовут Владимир Антипенко. Я Карабас-Барабас, театр поэтов. Послушайте. Я себя всегда рекламирую. Меня за это и любят, и не любят. А сейчас у нас Олег Лин. Нет, не надо. Я сегодня стойко. Стойко. Антифэт. Ты к обеду. Ты моя книжка была. Уже. Давай так. Ты к обеду. Ты к обеду, Вова. Не бросай мои книжки. Ты к обеду ее не буди. Посмотри, она спит ногишом. Набухалась вчера впереди Апцентно-похмельный синдром. И на ужин ее не буди. Может, сдохла уже алкоголь. Никого не щадит. Бигуди. Нужно было снимать перед сном. Она не сняла, как баран на кровати. Битый час на кровати лежит. То всплакнет, то всопнет, то взмолчит. То как бочка пустая гудит. И на завтрак ее не буди. И глазунью сожри только ты. Через год не забудь, принеси. Через год на могилу цветы. А к обеду ты к ней подбеги. Взяв за пульс, посчитай, сколько раз. Если ноль, то сними бигуди. И спусти по одной в унитаз. Что так долго-то? Подожди. И не плачь. Это гимн двух лысых. Да. И не плачь. Кулачком не тери. Ты глазуни свои перед сном. Аккуратно возьми на руки. И во гроб положи ногишон. Спасибо. Олег Ильин. Спасибо. Еще позову сейчас. Только будь здесь. Ирина Дудина, идите сюда. Ир, у нас в зале сейчас пока дети еще. Поэтому мы сейчас... Послушай, у нас сейчас пока... Тихо, тихо, ты что пришла еще, не знаешь. Сейчас идет некий даджиж с тех, кто будет сейчас долго выступать. Поэтому короткое смешное. Ирина Дудина. Я держу сам. У нас технический товарищ. Я как-то даже прямо вот так вот... Да, прямо так. Ну есть что-нибудь короткое недолюдное смешное. Ну есть такое. Тихо! Секунду. Вот дуб какой-то моздреватый. В рычаг зеленых желудей. Ужасно хочется любить людей. Но как ты больше замечаешь лошадей. Такие замечательные звери. Их зубы крепкие, словно двери. И задницы как будто у людей. Но только выглядят мощнее и добрее. Спасибо. Ирина Дудина. Она сегодня выступит. Обязательно. Так, иди, Игорь Кабанов, иди сюда. Сейчас мы уже завершаем этот марафон. Игорь, ты читаешь фрагмент. Потому что у тебя в каждой стихотворении поэма. Фрагмент. Тогда я короткое прочитаю. Короткое. Игорь Кабанов, это уже смешно. Не спал от шумов догадок. Болела моя башка. А утром пахал с бригадой. Грузили старинный шкаф. Открыли лизную дверцу. Не скрип, а истошный вой. Эх, словно ножом по сердцу. Как будто бы он живой. Как зверь на широких лапах. И морда есть, и усы. И шкаф меня поцарапал. Как будто бы укусил. Не больно, бывало больнее. Но нынче сижу при луне. И ноги деревенеют. И даже внутри, во мне. Не мясо, а шубы куние. Не кости, а ручек хром. Я каждое полнолуние. Теперь становлюсь шкафом. Смешно было? Ага. Хорошо. Вот все, кто сегодня официально... Я его не читал. Ну иди сюда. Выходи быстро только. Идите сюда. Выходите. Давай. А ты садись пока здесь. Я сам подержу. Хорошо. Последнее сообщение, которое ты мне прислал. Почему Вова Тихомиров не выложил HD поэзию? Какой ужас. Объясняю. Это не последнее. Потому что с исторической точки зрения, не важно, когда она поется в сети. Ну понятно. Но у нас тоже могут быть свои технические санузлы, которые надо чинить. Хорошо. Давай. Аль Ру. Значит, я хочу сказать... Короткое. Короткое. Это будет очень короткое. Я просто хочу сказать, что это посвящается театру поэтов, с одной стороны. А с другой стороны, объединению поэт-революции. Дай гадость какая-нибудь. Ну давай. Обычно театр поэтов гадость. И лично мне, друзья, было смешно. Ну, Карабасово. Главное, чтобы... Карабасово. Ну давай. Ночью, спрятавшись за камином, Папа Карло строгал капитал. В лучшем будущем видел он сына. Но полено Иван Буратинов Капитал на театр сменял. Алензенпан де ля Буратинья. Марионетки вперед. А что это вообще такое? Рвите нити. Ширше двери в каминь. Аминь. И не хочет пьеро с револьвером в руке комиссарского тела Мальвины. Ой, спасибо. Да. Идите сюда. А вы кто? Здравствуйте. Дмитрий Юрьевичков. А, Дмитрий Юрьевичков. Дима, у нас сейчас такой дайджест идет, когда прежде чем побольше там побольше, по недлинному представлению себя. Я вообще побольше не планировал, поэтому я... Может, и будет. Мы сейчас узнаем. Мы тебя, может, попросим. Хорошо. Я не длинное себя. Тарабаню. Нет, стоп. Тарабань, ну, не длинное. Ну что? Ну что? Стехотворение Чпок. Жил небольшой бог. Кушал лапшу. Варил пирог. Даже арбуз пек. Жарил борщи. Кипятил щи. Мамонта мыл. Консервировал ил. В общем, как мы. Жил. Ёрзал в постели. Делил недели. Брал интеграл. Пастеризовал. Изобретал велик. Громко зевал. И через порог передавал свой прок. Не надрывая. Жил. Жил. Не тужил. Бог. Тут мы его. И Чпок. Спасибо. Реакцию послушаем. Это был Дмитрий Ильичков. Смешной он? Еще позвать? Позвать его еще? Хорошо. И вот пришел человек такой лысый. Иди сюда. Иди сюда. Еще. Вот он. Пришел все-таки. Он пришел. Ой. Я помню, что Иван тебя зовут. Иван. А фамилия такая дорогая теперь. Гречин. Да. Гречин. Да ладно. Я подержу. Не настолько она дорогая. Иван, сейчас небольшие представления при тем, как потом дольше. В смысле, один стишок? Не длинный. Дайджест. Фигачит по городу ночью мужик с топором. Кричат ему люди. Привет, Раскольников. А он топором сильно машет у всех на виду. Уже зарубил я дедулю. В пивную иду. Какого дедулю? Дрова тебе надо рубить. А пиво за ворот и всякий умеет залить. Берись-ка за ум. Направляйся скорее в сарай. И там эффективно топориком ты помахай. Дровами в сарай. Всю ночь Родион тарахтел. И так получилось. Остался совсем не удел. А утром легла на чело меланхолия и тень. Старуха почти до обеда проспала в тот день. Фигачит по городу ночью пустой воронок. Патруль никого задержать этой ночью не смог. А утром на улице высыпал снова народ. Вот так в Петербурге вся жизнь потихоньку идет. Этих здорова. Ну, поверьте мне, что он смешной. Спасибо. Это был Иван Гречин. И, подожди, не уходи. Господа юмористы, я прошу вас всех сейчас выйти сюда. Сейчас всех сразу. Придется. Кроме Дмитрия Яськова, потому что он не запланированный был. Нет, Сережа, сядь, пожалуйста. Я тебе в интернете, мы ничем не договаривались. Ну, подожди, сейчас про официальную программу речь идет. Ну, что ты... Ребят, Ир, выйди, пожалуйста, тоже. Ну, пожалуйста. Давайте я помогу. Так, сейчас я посмотрю, с кем. Аль, будешь не смешной, прогоню. Да ладно тебе. Так, вот. Давай тогда это будет... Ир, давай это будешь... А, нет, пусть... Это буду я? Да? Нет. Давайте это будете вы. Вставайте тоже. Вот. Значит, вы отворачиваетесь. Ребята, смотрите, сейчас у нас была вступительная часть. Теперь мы делим на два отделения. Сейчас будет перерыв, а потом будет два отделения. Значит, в этих двух отделениях участвуют вот эти люди. Это официальная часть. Потом будет неофициальная. Где это самое? Значит, сейчас я буду показывать человека, а вы будете говорить... Вам только важна задача... Номер. А? Номер. Нет. Что, что? Ну, ты номера, кто, кто, за кем лечет. Не перебивай. Нет, объясняю. Уважаемые зрители, уже поняли, кто вы, какие юмористы, кто кого хочет посмотреть. Сейчас я показываю, вы не будете знать кого, а ваша задача сказать один или два. Хорошо? Хорошо. Вот. Поехали. Один. Туда иди. Два. Туда. Она-то как-то поровну? Как угодно. Так поровну тогда я буду подставлять, значит. Один. Туда. Нет. Сейчас будет один. А? Один. Она видит, наверное, кого я показываю. Ну, а сейчас? Еще раз один. Еще раз один. Так. А вы сюда, ребята, выйдите, пожалуйста. Сейчас, подожди, тогда секунду, не говори. Ничего. Сейчас, сейчас разберемся. Два. Туда. Ну. Один. Так, ну все. Спасибо. А вы, ребята, второе отделение. Так судьба решила, я не виноват. Что мы делаем? Георгию, ты сам говорил, что будешь опаздывать. Значит, смотрите. Ребята. Да, все, спасибо. Как вас зовут? Латалья. Спасибо, Наташа. Раз, два, три, четыре, пять. Пять человек для одного отделения вполне. Вы можете договориться, кто за кем. Вот, вы команда. Вы команда юмористов. И вы команда юмористов. Кто за кем? Тоже. Я присоединяюсь к вам еще. Я буду пятый с вами. Я здесь. Я вот здесь. Господа, ну, вот начинается наше второе отделение. На самом деле оно получается первое, да, первое, потому что до этого у нас был такой мини-дайджест всех юмористов, кто сегодня на нашем вечере присутствует, кроме господина Игнатия Александра Багурдовича. Он тоже будет выступать, но он попросил, что он будет инкогнито. Игнатий инкогнито во втором отделении. Правильно, Саша? Я так сказал? У него геморрой мучает. Смотрите, как он. Саша, сейчас рекламы этого очень много, везде все. Геморрой, геморрой. Вот. И, соответственно, чтобы мы обещали из водяных пистолетов всех поливать, если кто-то принес, пожалуйста, на здоровье, вот, я могу, можно стрелять из меня. То есть, да, подойти ко мне и сказать там тихоря, я не буду сейчас солировать, сказать, Вова, вот этого пальни, я наберу в рот воды и приду, плюну на него. Ну, в данном случае, если мне тоже так покажется. Как хорошо, что я не покупаю. Да, и поскольку все знают, что я всех перебиваю, нервничаю и там прогоняю со сцены, когда мне лично, например, скучно, но не всегда совпадает. Я иногда ошибаюсь, вернее, всегда. Я ошибаюсь всегда, я знаю это. Вот, но поэтому у нас есть великолепная Мария. Стешина, поаплодируйте! О, смотри, и все, спасибо, все, вечер закончен. Мария Стешина, собственно, представляет все равно. Сегодня театр поэтов. Да, а так поэтарию ведешь, да? Слушай, у тебя много проектов, не в этом дело. Все, Мария Стешина ведет всю остальную часть. Но я еще выйду там, посолирую где-нибудь чуть-чуть. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Вот так микрофон держать. Ну что, недостаточно далеко? Здравствуйте, дорогие дамы и господа. И сегодня в первом отделении первый у нас выступает какой-то Эдуард. Эдуард. Эдуард Башков. Башков. Вот мы и выяснили. Они говорят, эй, бэни, рэц, фини, трин, тиг, жэц. Мы рассчитались, и меня... Какой-то Александр Сергеевич. Эдуард. Я переезжу через арматуру, через аппаратуру. Вот, в общем... Да не надо мне, у меня голос хороший. Нет, вам надо. Это для того, чтобы потом тебя успеть до записи слышно было. А, а я не могу держать это и то. Хорошо, я буду держать. Я капризный. Я добрая. Я капризный, ты добрая. Хорошее сочетание. А сколько у меня минут? Ты у зала спрашиваешь. Чем дальше спрашиваешь, тебе у меня меньше. Зал, слушайте. Сейчас они пошепчутся о своем. Я пребываю во злобе с глазами цвета алого. Ведь слюнки каплют по тебе, как у собаки Павлова. Взирая искрами крошу из пламени бенгальского. Я безвыходности ржу, как лошадь приживальска. О том, что я тебя хочу, идея нездоровая. Весь день под нос себе шепчу, как радио Попова я. Себя раздумьями томлю, в мечтах присев у дерева. Когда же ты войдешь в мою таблицу Менделяева? Прошу, подай мне только знак, не отлагая надолго. И покачусь к тебе я, как в Мичуринское яблоко. Я дам тебе поотбивать мои с порога натиски, Чтобы в прелюдию сыграть, как в шашке по Чапаевске. Пока твои родные спят, которые наследники, Мы канем в твой вишневый сад, как глупости в учебнике. В сети, подвешенной к дубам, с подушками из хороста, Ты станешь быть моей ляпам бальзаковского возраста. Всю потрясая, теребя, под сводом неба черного, Помчусь, ворвавшись в тебя, как конница буденного. Потереби ее. Я понесусь во весь опор, как залихваски и жигола, Как вытность ты через костер в ночь на купалы прыгала. Сто лет оставив позади, поврось на пару прожитых, Мы познакомимся в любви, в лавзаниях восторженных. Мы будем, встав наедине, друг друга гладить искренне, То я тебя поседине, то ты меня полысине. С тобою ты уж мне поверь, мы создадим идиллию. Взови меня, открой мне дверь, не призывай к насилию. С чужой голове потемки, которую носит Ольга, Коль к ней подключить колонки, чего не услышишь только. В ее голове с пружиной двери обо все подъезды Звенятся, крушаясь, льдины, а после звучат оркестры. Мурлыкая песню, цербер палит в воробьев из пушки И льет ураганный ветер загадочный шум ракушки. В ее голове со злости, в старинном китайском стиле За берег слоновой кости с Норвегии бьется чили. В ее голове друг другу мешают шальные мысли Столкнуться и врозь с испугу. Сольются враги по жизни, в ней горные цепи кроха И буря в стакане у лужи. В ее голове все плохо, в моей голове и не лучше. Веща на стальных перилах, затянутый в шарх, Как сбрую, с собой совладать не в силах. Люблю я ее такую. Ну это какая-то драма на самом деле, а не юмор. Драма. Так, сейчас, а ты чего хотела? Такого и у меня много, я поэтому не считаю. Несет много бед, это дело субстанция, Приметы, объект с отрогами из панциря, Два мощных хвоста гутаперчевых, зубчатых, Ходульчая льда, в перепонках чешуйчатых, По телу прыщи, карбункулы, клубнями, Мозоли свищи, бородавки со струбьями, Глинея жердей, два клыка перед мордою, От самых назрей с ядовитой мокротою, Хрящи из корос с плавниками, мотыгами, На шее на рост с ленотощищей рыками, Задраем на нем под ушами ошметками Височный проем слуховыми решетками, В глазах скрупы содержим мозаика, Под ними шипы вдоль надбровного валика, Зачеслый лосюк от пробора на поровну Из мерзких гадюк под медузу Гаргоновну, Как пропасть зевок, где жара нестерпимая, Мой ужас, мой рок, Моя клярва любимая Ну сейчас что-нибудь хорошенькое, Ну сейчас что-нибудь хорошенькое Последненькое, да? А, между прочим, никто ничего не сказал Давайте так, делаем так, Три таких, Ту-у-у-у-у, Где-то это было в какой-то передаче, я не помню Три таких Ту-у-у-у из зала, И мы переключаемся на следующего участника нашего, Первого отделения Все. Ладно. Последний. Так, ща-ща-ща. Я шагаю в ином направлении от того, куда будними с пропуском. Я шагаю в ином направлении от того, куда будними с пропуском. На шкале ощущения времени ночь ноль полярной с полуденным проблеском. Люди, стужу оставив на улице, по домашним рассели с хлопотом, Как плевок металлический в кузнице, небеса потускнели над городом. С них желток зимним суерком выеден, мрак сгущается чьими-то воплями. Юный месяц побрит, словно римлянин, кошаки заблестели моноклями. Передо мной расположено здание, там веселые люди куражатся. Они пьют и шумят, мне заранее в этом что-то недоброе кажется. Через ветки и шишки еловые наблюдаю, как цитрусы поданы. И как палки-копалки столовые, в голубые салфетки замотанные, Кружевные под ножками стопочек. Я плююсь от такой благородности, как с доской породнившийся отстань. Дворечник, съевший мело обмылок в нервозности. Что-то очень не так в этих сборищах, где все в шике и в облике глянцевом. Я ж тружусь на шестнадцати поприщах, чтоб под шкафом уснуть на семнадцатом. День за ночью к вершине мечтания, хвост в зубах на предмет продвижения. Что же ныне с котенком в кармане я, возле праздника мнусь от волнения. Что застыл от холодного блеска я, толчи из-за оконную рамою, Где бокалы звенят, как одесская киностудия пред мелодрамою. Вижу в людях изрядно мажора я, и тянусь к ним за буйную радостью, Им с лицом афиопа которая я завидую белую завистью. К ним сквозь стекла устами отверзыми припадаю в пылу вдохновение, Как к руке парикмахерша чреслами, возлежащей на спинке сиденья. К устобрехам, к пропойцам, к лохудрия, рвусь из пуд моего одичания, Бросив месячный пост целомудрия и обет прерывая молчания. В их вертеп устремления и делая, повинуясь утробному голосу, Осеняюсь не справа налево я, осеняюсь на встречную полосу, Доглодав свою горькую веточку, объясняюсь суровым охранником, Ему плачусь я в бронежилеточку, мне бы виски со льдом и с титаником, Мне бы страсть разделить с черовницей, покидаться арбузными корками, Словом, хоть не глазком, а ресницей даю знать, что творится за шторками, За створками два столбика. И стою, ожидая гонения, уж таких, как я сам, я подваживал, Но он дверь распахнул без сомнения, усмехнувшись, давно не захаживал. Меня в узах приятелей комкая обступили, как демоны фауста, Достаю из кармана котенка я, накормите беднягу, пожалуйста. Все! Ура! Эдвард Пашков! Смотри, сколько аплодисментов! Планицу здесь! Извините, звук стука я не записала. Все нормально, я мелочь собрал. Михаил, Михаил, Михаил. Миша, возьми женщину на дом. Освободи ее. Подражание остру, вредные советы. Сейчас, секундочку. Ребята, микрофон можно держать так вот свободно. Это не тот, который вот так? А вот так вот, примерно так. Просто держать его, как будто он рядом, и все. То есть в него не обязательно говорить. Ну вот как-то вот так вот, типа того, что. Можно попросить кого-то, извините, попросить, у нас сегодня дураки должны быть, только что-то мы сидим дурные. Можно кого-то попросить, чтобы подержал. Понимаете, вот, Маша, давай вот эту шляпку, померь вот эту шляпку. Спасибо. Девуша, спасибо, очень приятная была. Что, девушка? Ну ладно, в общем, решай сама, в какой ты будешь шляпе. Какая мне больше идёт? Голосуем. Ладно, сейчас у нас Михаил Пшениц, Миша, ребята, вот мы Михаила Пшеница первый раз в жизни видим, ведь театр поэт. Извините, что я вмешиваюсь. Миша, можешь о себе чуть-чуть рассказать, буквально чуть-чуть, у нас просто такой вот... Ты говорил там, кто ты там? Бухгалтер и стопник. Я понял, а почему и стопник? Ну, утром бухгалтер, а ночью и стопник. А я думал, ты бухгалтерские документы сжигаешь. Ну, это понятно. Я тоже с ним могу. Могично. Хорошо, а вообще, что это? А чем топишь? Ну, чем? Углём. Да, окей. Ну, ладно, всё остальное потом. Если есть вопросы к Мише, то можете задавать. Так, ты вернешься? Нет. Вредные советы. Подражание Остеру. Коль зелёный человечек пред тобою оказался, а ты очень точно знаешь то, что нету НЛО, ты крести его рукою и кричи, и сзади прочь, окропи святой водою 90-й по псалому. Ну, а коли человечек цвет между тем сменил на красный, значит, это не ничьи, а всего лишь светофор. Коль на стул в гостиной вашей вдруг забрался милый ёжик, вы на стул тут не садитесь, подождите полчаса. Пусть на стул тут сядет папа, ведь ваш папа друг животных. Папа ёжика простит, а потом и жирит. Если с тёщей в зоопарке ты случайно оказался, то скорее крокодилом мать жены своей веди. К ним толкни её легонько, а потом смотри с улыбкой, как зелёные тварины там спасают жизнь свою. Зачем в Москву прибыл хохол? Ответов тут немало. Горилку пить и пить рассол, и чтобы кушать сало. Чего хохлу в Москве хотеть? Коть он толковый малый. Царь колокол и пушку посмотреть, и распродать царь сало. Посвящение одной художнице. Многих рисовала ты с натуры, те, что обнажали естество, одни лают. Это грешно, дура! А по мне так это ничего. Это как мужчина-гинеколог исполняет медицинский долг. Про него не скажет ведь теолог то, что грешен он и неумён. Священник, не быв остолопом, был в непотребстве увлечён. Стирал в подъезде слово «жопа». Писал церковно. Афидрон. Ну какой, скажите, рыцарь из монаха? Это рыцарь без упрёка и без страха. Посвящение благочестивой сестре. Молится против сил потусторонних, своей верой может всех удивить, а пристанут мужики посторонние, может их лишь в церковь пригласить. Благочестивая страшилка или как девушкам уберечься от похотливых мужиков. Напал на девицу какой-то амбал, и с ней блудный грех совершить возжелал, но вмиг от зарина скончался легко. Не трогайте членов аумсинрике. Напал на христианку чеченский солдат, устроить хотел сексуальный джихад. В конвульсиях вмиг его тело забилось, молитву и верой сестра помолилась. Напал на девицу какой-то пострел, и с ней блудный грех совершить захотел. С насилием вышел полный облом, читала сестра девяностый псалом. Напал на девицу какой-то нахал, и с ней блудный грех совершить возжелал. Теперь, как мужчина, он очень плох, так наказал непотребника бог. Реклама на кладбище. Он потреблял продукт кисломолочный, и потому не был отпет досрочно. Реклама православной газеты «Вечный зов». Поднялись друг у дои у коров, на ферме все читают «Вечный зов». Тебя куда-то послал сквернослов? А ты не иди! Почитай «Вечный зов». А сквернил кто-то словом церковный забор? Скажу тебе, как их жить позор. Не надо краски, решение готово. Заклей свежим выпуском «Вечного зова». Меня давно терзал вопрос, пил или не пил вино Христос. Тут мне сказал один еврей, что был он Божий Назарей. Кто убедит меня сполна, свидетель Божьего ока, получит приз – стакан вина или пакетик сока. По-разному в Библию можно вникнуть. Один все такую цитату твердит. «Если что спиртоносное выпью, это мне не повредит. Пью, но все-таки не до запоя. Немного выпиваю, что с того. Пью, поскольку огорчен душою из-за частых недугов желудка своего. Библию знает, видать, не дурак. Всегда привести нам цитату готов. Конечно, конечно, спиртной наш враг. Но Бог ведь сказал, возлюбите врагов». У Пушкина в Евгении Онегине есть такие строки. «Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал». «Чем отличается Онегин от еврея? Всей дворянин от божьего народа. Еврей, читая Апулея, читает Цицерона тоже». Так как было объявлено, что нужны подражания, я подумал, а не замахнутся ли нам на Александра нашего Сергеевича Пушкина. Сперва прочитаю Пушкина, а потом подражания. «Ой, я знаю, что сделать. Смотри, они такие все убили. В деревне помнится с мирянами простыми, священник пожилой с кудрями седыми, миру с соседями в чести, в достатке жил и первым мудрецом у них издавна слыл. Однажды, осушив бутылки и стаканы, со свадьбы под вечер он шел немного пьяный. Попались ему навстречу мужики. «Помилуй, батюшка!» – сказали простаки. «Наставь нас грешных! Ты пить ведь запрещаешь! Будь трезвым нам всегда повелеваешь! А что же нынешешь сам?» «Послушайте!» – сказал священник мужикам. «Как в церкви вас учу, так вы и поступайте. Живите хорошо, а мне не подражайте». Подражание, подражание. Местечки помнится с хасидами простыми, в засаленной кипе и с песами густыми, большой семьей в достатке рэбы жил. И первым мудрецом у них издавна слыл. Однажды утром, даже очень рано, его застукали, что он вкушает сало. На это возмутились и евреи. Ты что не чтишь заветов Моисея? На это рэбы отвечал. Не хуже вас я Тору изучал. Но дело в том, торговец наш Кандыба продал мне этот шмат, сказав, что это рыба. Спасибо, Михаил Пшеницын! Спасибо! Спасибо! Видите, до чего мы Володю доводим? Он уже на себя выливает воду. Нет вода! Стал добрым. Вода в кране. И пушистым. Олег Ильин! Это необычный, волшебный микрофон. Волшебный, такой, длинноиграющий. Длинноиграющий. Распахнут пах И выпит бренди. Молодой человек, я уже начал. Распахнут пах И выпит бренди. И ничего, ни с чем не говорит. Эй, фелевый, не стоящий обедни. В окне Париж Монмартрами горит. Целуя бедер внутреннюю кожу. В безумии вздымаю ввысь. Я чувствую, что больше так не могу. Я слышу голоса. Остепенись! Мне шепчут ангелы с изысканным прононсом. Но близок бездны край. Подернутые ворсом В ворота адовы безудержно влекут. И вот он миг переплетения плоти. Слочащих губ незыблемый союз. Как Аполлон из-под резца Буонаротти. Как дивный хор пленительнейших мус. Париж горел. Крылатый э разбился. Под потолком в безумии своем. И сок любви под кожей струился. И дух смиренный в империи возносился. Божественным немеркнущим огнем. Ребята, чем ближе вы держите микрофон, тем хуже будет звук. Держите вот так. Чуть дальше. Наоборот. Здесь дальше. Я был в лесу. Дальше микрофон. А! Окей. Ладно, я пошу тебе. Я понял. Я был в лесу. Веселые грибочки подмигивали мне из-под куста. Грибные в том лесу видать места. Я отменил поездку в Амстердам. Мерещица, химеры, Нотр-Дам. И Карл Карлсон, и малыш, и фрекенбок, и гуси-лебеди, и курлыча наутек. И блудный пес с фонариком во лбу. И бабочка в скафандре на лугу. И дикий крот под дикую сосной. И гордый гой с гобоем под горой. И с диким воем кто-то с саблей на коне. Со страшным боем вдруг прорвавшийся ко мне. Со страшным боем голый герл сидит в седле. И голый череп держит медленно в руке. Видение, видение во мгле. Весь мир сидит сегодня на игле. Я верю, что вернется мудрый ге. И нарисует нам кораблик на горе. Подождите, что? Я не против. Я не против того, что это, в общем-то, неплохая поэзия. Ну, мы уже с тобой говорили, да? Что ты мощный, я крутой. Мы с тобой на радио общались, да? Ты мощный поэт, я крутой поэт. А у меня вопрос. А вот в том, что ты сейчас прочитал, там что смешно было? А что конкретно? Помните? А? Ге. О, давайте сейчас. Ге, ге, ге. Ге, ге, ге. Смешно? Подурацкой. А? Что еще было смешного? Ребята, давайте смешное что-то делать. Да, да, да. Ну что такое? Стихи читать можно в других местах. Стихи читать можно в других местах. Стихи читать можно в других местах. Прольется страсть. Безумием на грани босха упьемся в сласть. Убитых виноградин пятна на простыне. Щекотно, больно и приятно тебе и мне. Кусай меня, моя Минада. Кусай взошей. Рисуй по телу остриями карандашей. Пока не превратилась в тыкву слепая ночь. Кусай, рычи, шепчи молитву. Иначе скотч твои уста сомкнет навеки. Я так решил. Восстанут зомби-человеки из всех могил. Лишь тот, кто вложит мармеладку в твои уста, поймет, как жизнь бывает сладко. И неспроста на голом теле капли восха. И плоть в огне. Еще немного капель босха. Тебе и мне. Спасибо. Масину трясли. Чего? Масину трясли и ловили летящие листья. Не смешно. Иди сюда. Это был Олег Ильин. Спасибо. А вот он смешной. Представьтесь, кто вы? Кто вы? Я Константин Струков. Как? Константин Струков. Вы же по второму дистанции. Струков. Нет. Нет. Он со мной. Струков, да? Да. Ну-ка, давай. Я держу. Тихо. Слушай. Дело в том, что я хотел… Хотите стать смешным, дайте… Нет, ну мне неудобно, я чешусь, говоря, так, немножко. Хотел я почитать из цикла «Сексопилки». Вот, если кто думает, что это от слова «опилки», то неправильно. Это от слова «сексопилки». Олег себя зовут? Константин. Константин. Я говорю, что… Косин, давай уже, действуй. Программа «Время», «Дело к ночи», что происходит. Ты не рада, нет сил, не выспалась, не хочешь? Ну, есть такое слово. Надо. Слушай, а вот то, что ты мне в куварах прочитал. Да, конечно. Ее IQ значения не имеет. С такой фигурой, копной волос. Быть или не быть, не повод для сомнений. Даст или не даст, вот в чем вопрос. Надо было паузу сделать. Все, хорошо, мы тебя услышим чуть позже еще. Сейчас ты как бы презентовал себя. Если доживешь до конца, мы тебя услышим. Обязательно залом услышат. Кто следующий по списку там должен был быть? Лысый во всем белом. А давайте женщину пустим. Ирина. А мы вперед женщину пропустим. Ирина Дудина. Вы знаете, у Ирины… Можно я маленький комментарий? Или не надо? Ира. Надо комментарий или не надо? В зале есть дети? Все дети, поэты как и дети. У тебя там без… Сы. Вот Ирина Дудина – единственный поэт на этой земле, который я… нельзя сказать, ну, я в данном случае разрешаю, потому что я как бы веду процесс. А у нее есть ненормативная лексика. Но это тот случай, когда театр поэтов даже в каких-то почти официальных частях своих это дозволяет. Потому что Ирина Дудина крутая. А давай сюда поставим, и я буду… Я подержу. Давай. Ну, будет неинтересно, так и скажем. У меня есть такая серия для детей. Про детей? Ну, нет, ну, как у Остера были злые, это вредные советы. Такие же советы у меня. Если дяденька в метро обнимает дяденьку, это дядя, пидорас, это дядя, гаденький. Если много басурман живет в твоем районе, а ты ходишь, как баран, как потусторонний, всюду пахнет шашлыком и звучит лесгинка, пора идти за калашом на рынок по старинке. Не жалей ты, басурман, у них в наличии родина. Туда пусть мчится караван, хоть басурман не против. Им хорошо в твоей земле, торговля ими схвачена, а ты объеден, как козлец, всюду переплачена. Так не стесняйся взять калаш и выстрелить черножопых. Им езди выпекать лаваш, а ты страну прохлопал. Тебе надо на митингах на болотные выступать. На болотные, а не, а болотные в другую сторону, на парфюм. Про Чукчем, длинная телега. Летят вертолеты над русской тайгой. Летят и совершают над природой разбой. Летит в вертолете русская власть, коррупционеры и чиновники мразь. Два мэра, ядра, партийные боссы. Газпром, совпара и нефтеотсосы. Банкиры, топ-менеджеры, крупные компании. Их соединяет расстрелом мания. Они все оружие, у них автоматы, двустволки, Прицелы и точные карты. В кабине продажный и важный пилот. А также шестерка лесник-идиот. Под брюхом урчащие сильные машины, Роскошные кедры растут на равнине. Бурные реки, чищеба болота, Они не препятствия для вертолета. Подонок лесник знает дело свое. Он знает, где прячется в тундре зверьем. Но милый, хорошенький, маленький чукча Бродил по тайге, чтоб добыть шкуры кучку. С природы на дым вел разум на охоту. И вот он на мушку взял дно вертолета От имени всех беззащитных животных. Он пулю вонзил прямо в жопу пилота. Пробит бензобак, умер жадный пилот. Без управления летит вертолет. Лежат среди толги, человечьи, животные. Два мэра, банкиры, партишки ядротные. Газпромцев пара, один нефтесос, Топ-менеджер, блядь и банкирский насос. Меж ними лесник на курке пальцы сникли, Закнавшие зверушек из красной книги. А также без жопы продажный пилот. Избитый воняет говном вертолет. У-у-у! Привет! У-у-у! Завел на болоту идти надо. Завел на болоту. На Чукотку. На Чукотку, да. Это такое наше женское, значит. Злые голубые девушку убили, А она любила Лешу своего. А к Леше прицепился злой мохнатый дядя. Лешу сделал девочкой и хрен всадил в него. Но девушка обиделась, решила побороться. И Лешу дорогого вернуть на верный путь. Лешу дорогого, теперь уж голубого, В лона свое женское, решила возвернуть. Она одела юбочку, прикинула с овечкой, Стала разговаривать песклявым голоском. Она своей нежностью на Лешу повоздействует, Чтоб Леша захотелось стать опять самцом. Но дядя волосатый Лешу подиспортил, Всего его разнежил и мужества лишил. Ушел Леша от девушки в развратом уже ложества. И Леша уж не Леша, а Брусковый Буратин. Но девушка была смела. Она пошла к мохнатому, Оделась проституткой и даже трансвеститом. Мохнатого она зажгла и много ему дала, Но он ее разоблачил. Воскликну, не свисти ты. Девица раззеленная вскричала волосатому, Отдай мне Лешеньку, он больше нужен мне. Мы породим цыпляточек, двуногих поросяточек, Продолжим натуральный человечный ген. Смеялся волосатый, циничный и лохматый. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мы любим лишь нашаться и никаких последствий. И денежки потратим, и на нас двоих до мудей седут. Девчушка тут увидела своего Алешеньку, Тот о чем-то думал, о детях о судьбе. И навстречу девушке сделано движение, Но лохматый выскочил с пены на губе. Вместе с ним вся шобла голубых развратных, Чиковских позолений и других педрил. И в момент экстаза лохматый волосатый, Девушке в животик, ножичек садил. Лучше б хуй в пиздосе, но был он пидорасом. И теперь на зоне он шустро голубит. А Леша вот исправился, женился на Татьяне, Это для парадов Геев. Готовит динамит. Мне вот иногда кажется, когда слушаю Ирину Дудину, Вот вы неправильно держите. Да, да. Вот это, что это в детском саду, Вот такая уникальная девочка. Да, вот. Ну, такой эффект есть. Ну, давай еще что-то. А еще есть что-нибудь сделать? Да, да, еще есть. Да? Теперь отпиздили поэты. Потом у меня в другую минуту Ирину сказать, потом, да. Все, давай еще. Прибледищу бухгалтера, да. Это любимое стихотворение русских женщин. Мадам бухгалтер, потяните бюстгальтер, У вас хороший характер. Бледищу кругом тысячи, а бухгалтер один. Одна на бледищу тысячу, она в цифрах шарит, Как крысы выстраивают столбцы. Бухгалтерша баба строгая, Ее боятся города и мира отцы, Любят порядок, Представленная сторжем, Стоять у цифр грядок. Хорошая для женщины применение, Наводить чистоту в исчислениях, Потирать тряпкой умы. Бухгалтерш кругом тысяча, А бледища одна. Когда все идут на работу, Бледища спит на диване, Ей никак нельзя без утреннего сна. Когда все рассаживают по стулем толстые зады, Бледища вытягивает струнку кошачьей тельца, Она при этом страна и страна. Бледища не любит цифры полки, Ей нравятся мужики. А бывает еще двусторонняя женщина, Она и бухгалтера, она же и блядь. Каждое утро ей надо рано вставать, Идти на работу. Мущат цифры полки, Но после работы ее ждут мужики. Бухгалтерша с цифрами баба строго, А с мужиками наоборот. Такая добрая-предобрая, Предпочитает во всем количестве, Всем всем дает. Какая хорошая энергия, Как хорошо отработана дыра, Объединение интеллекта и эротики, Холодных мозгов и горячего ротика, Это прекрасное сочетание. Поприветствуем его. Ура! Ирина Дудина! Стану солнечным светом, И никто не будет знать, Откуда берется ночь. А просто нет меня, А когда я возвращаюсь, Снова утро, Как вчера, точь-в-точь. Стану водой в реке, Понесу себя к океану, Люди нырнут в меня, А потом дадут попить, Быку, коню и барану. Стану надписью на сигаретах, Люди читают, улыбаются И снова курят. Новая пачка, и опять я. Машут рукой, Сами себя дурят. А кто-то станет журналом, Все будут его листать. Кто-то сотовым телефоном, Кем угодно можно стать. Вот бы стали все любовью. Но все не станут никогда. К тому же 80% населения Вмещают города, А в городе любовь какая? Чмок-чмок, трах-трах. Солнца нет, лампа. Воды нет, банаква. Вместо воздуха смог в городах. Одна от рада поэты. Где они собираются, там свет. С поэтами можно выпить. Вообще плохо, когда их нет. Так может стать поэтом? Любовь может воспевать. Хорошая мысль, надо обмозговать. И если я стану поэтом, То для кого-то я буду солнечным светом, Для кого-то водой, Для кого-то проблемы очередной. Зато будет в стихах Любовь фонтанировать, Будут люди с природой гармонировать. Моими бы устами до пива пить. Тем и займусь, Хватит воду мутить. Значит так, сейчас пивка изобрести, С хорошим собеседником душу отвести, Прочесть стишок про то, Как было прошлым летом, И тогда по дороге домой Я точно стану солнечным светом. Спасибо. Следующее стихотворение Упоминалось в предыдущем, Стишок про то, Как было прошлым летом. Помнишь в прошлом лете, Помнишь лето светлый лик, Ты встретился с той, Ну в интернете, У нее такой странный ник, Ты еще спорить полез, Как читать, Би-Би-Си или ВВС? И лист осины тогда трепетал Колеблем волнами эфира, Ты ехал в автобусе И переживал из-за странности этого мира. Ник ее всего три буквы, Одна, вторая и еще одна. Ты пришел домой, Поел клюквы, Глянул в окно, За окном луна, Тобою бросали, И ты бросал, Никогда ни о чем не вздыхая, А это Би-Би-Си, Да, она такая, Не с тобой она сходит с круга, Так что ж, Вы не предназначены друг для друга, Ладно, хорош, Помнишь в прошлом лете, Помнишь цветок на ее окне, Помнишь, Ты все еще помнишь, Ты все еще во вчерашнем дне, Мозги в твоей голове Совсем закисли, Но тебе же подарили новую тетрадь, Запиши в нее новые мысли, Помнишь в прошлом лете? Следуй, нет, нет, Сейчас будет следующее стихотворение, Оно называется, Василия Островская, Так сказать, Попро, Из вам трудящихся. Друзья, У меня вопрос, А перед этим это смешное было? Это единственное не смешное, В каждой, Я тебя научу, В каждой бочке меда должна быть Что-то, да, Все знают, что, Это было оно, Ну, если можно, Юмор, Как бочку меда, А это стихотворение, Как ложку дергать, Ну, не дудят, Итак, Василия Островская, Только радио поет утром, Только львы на своем посту, А какой-то чудак свою девчонку Сильно обнимает на мосту, Белой ночью это можно, Будет, Что вспомнить зимой, Обойду я их осторожно, Я работал всю ночь, Я иду домой, Летнее утро и пиво, Это несравнимо ни с чем, Люди просыпают это время, Сами не знают зачем, Василия Островская светлая, С утренней тишиной, Тишина в городе редкость, И вот она здесь, Я иду домой, А там на балконе, Видимо, тоже не слишком желают спать, Машут бутылками, Я машу им, Пейте летнее утро, Его нельзя перебрать, Василия Островская светлая К дому меня привело, Новый день начался, Новый день начался, Новый день начался, А я спать ложусь, Можно я... Там есть еще куплетик, Как бы самое смешное, Самое смешное в третьем куплетике, Ну, бог с ним, Так, Значит, Следующая стихотворение, Спроси меня еще раз Про ложку дегтя, Когда ты заходишь в кабак, Что ты заказываешь первым? В каждой бочке меда Должна быть ложка водки, Так? Ну, Да, Да, Это так, Итак, Стихотворение, Сочиненное мною, Когда я смотрел на фотографию Кузнечика. Хочешь, Русь повидать ты, Если, Ширь полей И озерную гладь, Услыхать и раздольные песни, Выйди в поле, На холмике сядь, Ветерок тебе уши овеет, И макушку подставь небесам, Солнце нежно тебя обогреет, И кузнечик прискачет сам, Нету орков И хоббитов нету На пространствах моей Аруси, А кузнечики есть, И об этом Хоть березу что в поле спроси, И она тебе сразу расскажет, Что когда-то кузнец проходил, И своей умилой рукой Он тогда же ее посадил. Что, 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 Вам кузнечик нужен? То, что прыгает и стрекотит? Да, случается, Надо отметить, У него неплохой аппетит. Травку трескает, Словно корова, Молока же не даст испить. И чего это Ваня придумал Про такого стишок сочинить? Нет, береза, Своим шустрым мозгом Не к кузнечику нынче стремлюсь, Почитаю стихов немного, Выпью пиво и угомонюсь. Надо дальше, нет? Повеселее сейчас сделаем. Блин, что же там было? Так, о, Вот, очень веселое скатеринье, Называется, Оно посещено Религиозной теме, Называется оно Высокий рай. Когда обладаешь раем, Едва ли пойдешь на работу, Она далеко от моего дома, Она не икота, Не пройдет сама. Ты открываешь глаза поутру, Ну какие мысли у тебя в голове? Ты верно хочешь на работу пойти? Это пройдет. О, высокий, высокий, высокий рай! Бог на небе сказал, Выбирай, Покинуть рай или остаться в раю? Конечно, остаться, Прямо говорю. Когда обладаешь раем, Едва ли останешься дома. Твоя душа открытая дверь, Чистый звук, Чистый звук, Работа в прошлом, Там очень галима, Работа отстой, Проходи мимо, Зарядка, Завтрак, Прогулка, Обед, Пиво, Да, Работа нет, О, высокий, Высокий, Высокий рай, Там нет работы, Лежи, Отдыхай, Прекрасной музыки, Ухо открой, Туда совсем реально попасть. Когда обладаешь раем, Тогда ты поешь песню, Ты думаешь о хорошем, Например, о море и пиве. Мне сегодня не везет, Я сегодня самолет Сочинить хотел, О Боге, Женских тел клубок в итоге, Я помучился еще И увидел нос прыщом, Боже, дай поэту силы Сочинить стишок, Красивый. Еще есть эпиграмма на женщину, Сочинена в 17 лет мною. Меня зовут Владимир Антипенко, А до меня был Иван Гречин. Поаплодируйте Ивану Гречину! Подождите, Я завершаю первое отделение, Первое, второе, В общем, мы запутались, Но завершаю. Про самолеты и стишок Тоже было мое. Посвящается как бы Эпиграмма на женщин. Женщина отвергла молодого человека, А он идет домой, Такой думает. Гоните прочь меня, Гоните! Для вас чума я, Изверг крах, Священность терегу, Обитель с кривой улыбкой На устах. Ты, женщина, Тебе судьбою, Дарован путь иной К звездам. Ты можешь жертвовать собою, Но я тебе гроша не дам, Ты не получишь упоенно, Стремясь владеть душой моей, На вечную пытку осужденно, В горячей пылкости своей, Года пройдут, Засохнет кожа, И брюзгло будет жир висеть, Тогда скажу я, Дуй, рожа, Уже ли мог тебя хотеть? Все, перерыв! Дорогие друзья, Вот, наконец-то, Все-таки у нас третье, Второе, третье отделение, Так сказать, началось. Может быть, Кому-то было скучно И раньше, А кому-то нет. Ситуация в том, Что сейчас у нас Такое лирическое отступление, Чуть-чуть, Но оно, на самом деле, Возможно, будет смешным. Ну, как предупреждение, Вы ждали, Настя? На больницу. Да. Анастасия Клементьева? Давай, тебе слово. Давай. Здравствуйте, дорогие друзья. Я вообще далека От жанра пародии, Ну, в смысле, Я имею в виду, писать не умею. Вот, но очень люблю пародию. И так случилось Несколько лет назад, Что я на собственную Авторскую песню, То есть сама на себя, Сочинила пародию. Вдруг внезапно, вот, залпом. Поэтому сначала мы должны Терпеть ее авторскую песню. Да, отвратительную, Скучную, Обезответной любви. Вот, а потом будет пародия. Песня называется «Жду». Будешь ноты врать, остановлю. Договорились. Когда тебя однажды повстречала, Я в осени увидела весну. Так хочется мне все начать сначала, Но тот далекий день я не верну. Уж позади февральские метели, И не звенит весеннее капель. И не звенит весенняя капель. Друг друга полюбить мы не успели, Но я храню в душе своей апрель. И календарный листик отрываю, Но все быстрее меняется сезон. Лишь я твои глаза не забываю, Хоть помнить о тебе мне не резон. Очень долго. Подождите. Все, мы песню поняли, услышали. И по тебе за чаем у стола. Чаем у стола. Иди ко мне на огонек покреться, Я жду тебя, как целый год ждала. Так. Ушла весна, и солнышко не греет, Студенным ветром лето унесло, И вот опять затопят батареи. Но не зовет тебя мое тепло. И вот опять затопят батареи. Уметь слово повторять припев. У нас все-таки вечер юмора, да? Мое тепло. Еще проигрыш. То есть они играют, я не про вас, Но чуть-чуть. И они еще играют вот эти три аккорда, Иногда вот так по 10 раз. А у них в голове мелодия эта звучит, А мы-то ее не слышим. Вот, а они довольно счастливы. Хорошо, мы услышали. Можно было, кстати, просто текст прочитать. Можно было. Ну, обозначить песню и прочитать текст. Хорошо. Ну, давай. А теперь вот прочитай текст. Что там, мы ничего не поняли. Не разобраться. Нет, стоп, подожди. Можете текст прочитать? Чего? Текст песни? Текст песни, конечно. Мы ничего не поняли. Мы нас... Послушай, секунду, я объясню. Подожди, я объясню. Смотри, на самом деле, Была очень душевная, хорошая песня. Реально, я даже сам. Я настолько расслабиваю, Что я даже не услышал. Забыли про вечер. Да, все хорошо. Ну, только давай спи. Сначала текст песни. Это не смешно! Тихо! Когда тебя однажды повстречала, Я в осени увидела... Дай послушать, Стешина! Тихо! Когда тебя однажды повстречала, Я в осени увидела весну. Так хочется мне все начать сначала, Но тот далекий день я не верну. Уж позади февральские метели, И не звенит весенняя капель. Друг друга полюбить мы не успели, Но я храню в душе своей апрель. И календарный листик отрываю, Но все быстрее меняется сезон. Лишь я твои глаза не забываю, Хоть помнить о тебе мне не резон. Вот потеплее хочется одеться, И посидеть за чаем у стола. Приди ко мне на огонек погреться, Я жду тебя, как целый год ждала. Да, ушла весна, и солнышко не греет, Студенным ветром лето унесло, И вот опять затопят батареи. Что ж не зовет тебя, мое тепло? Хорошо, да, теперь пародия. И пародия. Не разобраться, в чем тут суть. Сама теперь уже не рада. Далекий день меня не вернуть, А на черта мне это надо. Храню в душе своей апрель, И все тоскую в тихомолку. Ох, надоела конетель, От жизни никакого толку. Любовный бред, он так смешон, И посмеяться бы. Да где там, о чем нам помнить не резон, Мы ж помним именно об этом. Напрасно я его звала, Приди ко мне на чай скорее, Уж если нет в душе тепла, То не помогут батареи. Давай, классно. Спасибо. Спасибо, Нэр. Спасибо, Нэр. Просто, видишь, я тебе говорил, Что можно было просто обозначить песню, И прочитать текст. Тогда было бы понятно. Но на самом деле, Вот ты мне прислала это два, Оно, конечно, замечательно, интересно, Но это не тот юмор, Который должен звучать здесь. А сейчас будет тот юмор, Который будет звучать здесь. И, собственно, вот представляю, Уважаемые видео наши зрители, И реальные зрители. Марию Стешину, Она ведет у нас теперь уже И третье, второе, Мы запутались, отделение. Давай, пожалуйста, Мария Стешина. Сейчас я настроюсь, Просто вот как бы, да, Сначала так, а потом апрель, А потом бас, и все. Аль-ру. Иди сюда. Хотел акцентировать ваше внимание, Дорогие друзья, Что не надо здесь исполнять, Читать стихи. Надоело уже, понимаете? Давайте друг друга смешить, Быть веселыми. А? Нет, если зал хочет слушать стихи, Мы вам сейчас устроим, пожалуйста. Вот. Володя, Дело в том, что объясняю. Аль-ру. Со мной лично. Не договаривался. Не позвонил мне. То, что ты мне послал сообщение, Сегодня. Меня это не волнует. Я с тобой раньше не договаривался. Будешь не смешным, Я выйду и перебью тебя. Да ладно, я не к тому, я просто... Он... Хорошо, он просто... Игнатий потом. Тогда выходит Игнатий. Где Игнатий? Мне надо... Александр Богурдович. Вот, он сейчас обещал, Смешный. Сейчас. У тебя есть пять минут еще? Ну, пять. Все. Александр Богурдович, Милости просим. Надеюсь, Будет смешно. Ну, посмотрим. Он не уйдет. Ты обещал стойку, Я не хочу держать. Я буду держать. А вот Мария прекрасная будет держать. Только с этой стороны стой, С этой стороны дам съемка. Так я с любого... Поприветствуем! Александр Богурдович! Сегодня вечер, Как бы, юмористический, да? Дураки и дуры называются, да. Ты опять не готов? Ну, говори, говори. Хорошо. Так, кто следующий? Так, следующий у нас... Ну, так выходите и делайте что-нибудь. Вы выходите и... Я ничего не понимаю. Следующий будет Владимир Антипенко. Нет, он уже был. Кто? Кто? Давай зададим Аль-Ру слово. Ну, давайте, Аль-Ру. Я быстро и убегу. Значит, сначала для тебя, Поскольку в красной шляпе. Красная шапка из волчьего меха На бекрине мясом наружу. Моя бабка сдохла от смеха, А трупы охотников не обнаружены. Гейша и Мойша Написано для японского ресторана. Напрасно гейша Дружила с Мойшей. Украл PlayStation у гейши Мойша. Не ведал Мойша, Кто брат у гейши. Шинкует в суши Якудзе злейши. Мойшина кое-что Very special. Я крикну «Хей!» Если выпью пиво, Хотя мог бы крикнуть «Хай!» Себя ощущаю фюрером Из хроники Рифенштай. Если я выпью виски, Я крикну «Хей-хей!» Свободно пишу по-английски, Почти как хемингуэй. Если я тресну текилой с мискалем, То «Хей-хей-хей!» Змеем кицатль-куатлем Свернусь на груди твоей, Когда коньячку позволю Изысканно пригубить. Москву я готов Бонапартом спалить. Но когда я выпью водки, То «Хей-хей-хей-хей-хей!» Не помню, кто я и где я. С ним я был или с ней. Спасибо. Это был Альру. А теперь у нас Игнатий. Это мой друг. Так, обязательно с рифмой. Не обязательно, ты же знаешь. Я просто тут... У меня нет чувства юмора, Поэтому сразу предупреждаю. Я тут недавно временно... Он так серьезно общается, Что потом всем смешно. Да, ему слово. Он его загрел совсем. У меня тут недавно временно Произошло такое смещение, Что я превратился в прозаика. Надеюсь, что время. Он прозаик будет все проскорить. Прозаитическое небольшое произведение. Называется «Я никого не жду». Саша, ну у нас так, будет скучно, Будем обливать водой. Так, а мы возьмем. Тихо. Подержи, пожалуйста. Нет, ладно. Ну, подержи. У меня много слов каких-то. Надо волоким углотить. Тишина. Вы так много и так часто повторяли, Что вам никто не нужен. Что вы никого не ждете, Чтобы все, все вокруг об этом знали наверняка. Последний раз вы упомянули о том, Что не хотите никого видеть только что. Вы настойчиво стали убеждать, Что прогуливающиеся под вашими окнами поклонники Вас не просто раздражают, А доводят до судорог. И вы не забыли рассказать, Рядом с какими именно окнами, Которые именно из них ваши, У дома с каким номером, Того дома, Где у вас наступают все эти самые приступы и судороги. И еще. Вы, конечно же, хотели добавить, В котором, кстати, действительно есть моя квартира. Она, между прочим, как это не смешно, На этаже. Вторая парадная во дворе справа, Только это никак не может быть никому интересно, Так как никому кроме вас одной не может понадобиться. И при всем при этом вы должны были, Обязательно должны были оговориться, Что это совершенно не важно. И запоминать вовсе не следует, Ведь дома вы почти не бываете, Ну разве что с до. Но и это вовсе ничего не значит. Вы же говорили уже, Что никого видеть не собираетесь. Особенно высоких мужчин, Блондинов там, Или тем более брюнетов, Да, особенно жгучих брюнетов, Ботинках с квадратными носками, Или в таких, знаете, там, замшевых, тухлях. Да, в общем-то все равно, В какове, ведь ни в коем случае. Не говоря уже о том, Что у этого блондина-любрюнета С собой возможно, Или, ну ни в коем случае возможно, Будет бальзам синяя роза, Который продается здесь же на углу, А цветами всегда торгуют на выходе из метро. Еще вы непременно должны были, В который уже раз, Твердо заметить, Что ни при каких, Ни при каких условиях Никого никогда к себе не пустите. Что вас не убрано, Гостей некуда посадить, Нечем накормить, Нечем развлечь. Что для спиртного нет, Никогда не было и не будет рюмок, Разве что бокалы. Что разговоры не получатся, Что драгоценное время придется потерять даром, Что уже поздно, Что не просто, не хорошо, Невежливо задерживаться даже на одну минуту, И просто преступно. Что каких-то странных, Двусмысленных предложений гостеприимства, О навязывании на ночлег, Не может идти и речи. Что вы серьезная, Порядочная, одинокая женщина, Не допускаете вольности в обращении, Не то, чтобы могла возникнуть Какая-нибудь раскованность. Это исключено. Но даже фантазировать об этом, Не то, что намереваться, Невозможно. Тут вы всегда делаете напряженное лицо, Подчеркиваю, видимо, Всю важность своих слов, Которые вы именно поэтому и повторяете. Даже не думайте, Забудьте никакого намека, Ни в коем разе, Ни при каких обстоятельствах. Вы же еще слишком молоды, Но уже натерпелись, И навидались всякого. Вы знаете, много раз слышали, Как это бывает. Ничего хорошего из этого, Никогда никого не выходит. Вам нужно заботиться о карьере, У вас много дел, Завтра рано вставать, Важные встречи. Нет! В мою комнату нельзя, Только через порог поднимайте ноги. Если кто-нибудь посмеет на вас Даже посмотреть как-нибудь, Вы с ним навсегда поссоритесь, Без всякого сожаления. Вам очень неудобно, Вы скромны и пугливы, Вы придерживаетесь строгих принципов. Свет включать категорически не нужно, Мебель всегда такая неудобная, Вы привыкли жить одна, Вам обязательно нужно в душ, Вы надеетесь, что гость за это время Образумится и сберется к выходу, Ах, он еще здесь! Это так откровенно грубо с его стороны, Но еще больше вам не нравится то, Что он сам не собирается идти в душ. Какая гадость и гнусность Так о себе возомнить И пытаться надеяться на что-то. Вы не перестаете это повторять, Показывая, где у вас полотенце, Доставая откуда-то Нераспечатанную зубную щетку, Принося новые домашние тапочки Сорок пятого размера. Вы требуете, Чтобы все немедленно прекратилось, Ни каких рук, Ничего не позволительного, Чтобы больше и мысли. Утром вы продолжаете бубнить, Что вам никто не нужен, Что вы никого не ждете, Разливая крепкий ароматный кофе По двум малюсеньким чашечкам, На одной из которых нарисован синий ангелочек, А на другой красненький. Вам хочется побыть наедине, У вас до работы еще есть несколько минут, Вы помогаете гостю одеться, Смахивая специальной щеткой, Неизвестно откуда взявшуюся, Невидимую пылинку с его курточки. Я живу абсолютно одна, Я так привыкла к этому, Что даже не представляю, Как можно иначе. Я никогда уже не смогу это изменить, И не буду даже пытаться что-либо для этого сделать. Я смирилась и успокоилась, Мне одной очень хорошо, Говорите вы, Стойко и с отвращением, Выдерживая прощальный поцелуй, И незаметно бросая в карман посетителю Ключи от входной двери. Запомните, Я хочу быть одна, Я никого к себе не жду. Спасибо. Это был тонкий юмор Игнатия. Да, литературный. Девушки оценили, я думаю. На самом деле банально, Ну ладно, Он же любит там судить всех, Самосуд свой. Вот сейчас, Мария, сейчас позовешь, Идите сюда, выходите. Руслан. Латушка. Латушка. Здрасте всем. Давайте, Руслан. Внепланово сейчас. Не, не надо держать микрофон. Внепланово. Внепланово. Давайте, Руслан. В свое время, Я сочинил одно, Ну, Стихотворение. Так? И приехал к одной женщине, Далеко-далеко на пионерскую. И когда я снял, Сейчас, предыстория, Предыстория. И она легла, И она говорит, Латушка, Ты, говорит, Вот этой суки сочинил, Этой суки сочинил. А, говорит, А мне ничего не сочинил. А я говорю, Ну, я пойду сейчас, Вискаре там выпью, Ну, коньячка вернее, Ну, вот водочки, да? Ну, значит. И она такая говорит, Ну, говорит, Давай, сочиняй. И я ей сочинил стихотворение. После чего она меня Тут же нахуй выгнала, Ну, вот самое. И мне с пионерской Потом вообще долго-долго Идти надо было. А стихотворение следующее. Очень классическое стихотворение. Сейчас я его прочитаю. Кого? Меня все в жизнь используют. Цитируй. Меня все время используют. Положи мне руку На голову. Успокой меня Перед сном. Я коала, Лениво влюбленная, Потерявший звезду Астроном. Причеши мою Шортку седую И в калипто Меня угости. Не реву я, как зверь, Не такую глухарем В этой русской степи. Я рожден Австралийским коалам. Но в душе я Бурый медведь. Полюби меня, Косолапая. Не могу я больше Муки терпеть. Все. Спасибо. Вот это смешно. Вот это юмор. А еще у меня есть Серьезные стихотворения. Но это позже. Нет. Сейчас. Потому что потом Меня сюда уже не пустят. Ну вот самое. Ну вот. И это будет очень смешно. Ну давай. У меня есть такой Сталинградский цикл Антифашистский, Но он с точки зрения Фашистов. Ну вот самое. Ну вот самое. Ну вот. С фашистской стороны. Ну вот самое. Да. Не хотел я Умирать Под Сталинградом На разбитом Красном кирпиче Пуля Молодого комиссара Грудь на вылет Просверлила мне. Страшно. Снег летает На губах остывших. Астрология Теперь не для меня. От проклятий немцев Кровь проливших Объенела Русская земля. Васильки Березы Это небо. Эти люди И все здесь Будет жить. Но в далеком Городе Дрездене Я не буду Больше пива пить. Это письмо Пишет немецкий солдат Своей жене. Приходит Сука Комиссар Читает это письмо И говорит Наши Наши Птицы Знают Итальянский Наши свиньи Сами в борщ Бредут Да Наша Накусь Выкусь Может Будет Крепче Вашего С печатью Гуд Все Ура Ура Да здравствует Руслан Атушка Хай Гитлер Все Я думал Только я один умею кричать А вот видите Еще Есть В России Человек Руслан Который может На дворцовой площади Взять зал Без микрофона Я тоже один раз Это делал Ну можно Можно Объявить Нашего Любимого Он правда нервничает жутко Мария Стешина Он жутко нервничает Он не поделился Никогда в жизни Смешных стихов не считал Все серьезное Все какие-то Революционные А тут вот бац И Как девочка просто Первый раз Джамиль Нилов Достаточно Длинные руки Он такой Как девочка Джамиль Нилов Джамиль Нилов Я не знаю Где мои стихи Джамиль Нилов Аплодисменты Ура Дрожье Сейчас Мы его прогоним Ура 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 Не Прогонять не будем Джамилю Чтобы я прогнал Еще раз Здравствуйте Вынужден Вас немного Ты все пропустил Здесь короче Нужный микрофон Держать Это не микрофон Это микрофон Понимаешь Микро-микрофон Маленький-маленький Ты достаточно длинные руки Сам подержишь Да Хорошо Второй раз Здравствуйте Да Пропустил Я буду начинать Начну С политической Сатира Ну Я его назвал Немного По-другому Стихозаврение Об анатомии Голова У России Пьяная Ноги Тело Давно Не слушают Несмотря На Ушибы И раны Каждый день Снова верит В лучшее У России Мозги усохшие Руки Брюки До пят Спустившие Но по-прежнему Верит В хорошее И по-прежнему Ветром дышит У России Печенка Севшая Почки Тоже уже Не справляются И Я не знаю Каким уж там Лешим Но в порядке Одни лишь Яйца Я не знаю Каким уж там Демоном Но они Под шумок Так в сторонке Объявили себя Вдруг Тандемом Приютившись Кремлевской Мошонке То и дело Они катаются Не находят Покой Хоть вешайся От поляков И до китайцев От абхазцев И до норвежцев Вы конечно Со мной Поспорите Но Клянусь вам Что там В Михуя Между Яйцами Этими Сори Ну не смог Не заметить Надвигающийся Политический Кризис В России И пускай Вам мой слог Не нравится И пускай Я безликий Не признан Но в одном Я уверен Яйца Не должны Управлять Организмом Так Ну сегодня Объявлен вечер Не только Юмора Сатиры Но и пародии Начну Вот сегодня У нас Выступили Сегодня Альру Выступил Уже Он такой Знаете Вот Самый Мейстримовый Поэт Наверное Питера Вот такой Сетевой Арчит Да Альру Это такой Престарелый Арчит Еще Игорь Кабанов Это Вообще Это Два с половиной Арчит Вообще Арчит Вообще Просто Вне конкуренции Следует Отойти А я Первый Из тех Кто Пародию Арчит А вот До Стеф Еще Давно Но я Безызвестен Поэтому Мне никто За это Ничего Не сказал На это Стихотворение Вот Вы помните Наверное Там Спите С теми Кто Снится Целуйте Закрыв Глаза Почаще У меня Тебе Лица Страницы Адреса И так Далее Стихотворение Такого Арчит И заканчивается На Спите С теми Кто Снится Вы Сами Один Из них Когда Я Товарищ Хороший И я Понял Неожиданно Что Не хочу С ним Спать И Понял Так же Что Фраза Арчит Спите С теми Кто Снится Немного Некорректно Согласитесь То есть Могут Драконы Снится Еще Всякая Гадость Мало Что Кому Снится И я Решил Адаптировать Это Стихотворение Для Современников То есть Большинство Нашего Населения К сожалению Употребляет Алкоголь И написал Такую Вот Пародию Пейте С теми Кто Спился Глотайте Закрыв Глотайте Закрыв ФС На закусе С колбаса Проснитесь За гаражами Уйдите На год В запой Вы можете Стать Бомжами Но Помните Что Зато Арчит Укрепко Спится Хоть Нам Уже Не До Сна Думаем Как Бы Не Спиться Весна Блин Пришла Весна На рынках Просите Милостин Если Вопрос Возник С кем Пить Да С теми Кто Спился Вы Сами Один Из Них Вот И Продолжу Пародиями Пародия На Владимира Владимировича Маяковского Вот Я Осмелился Конечно Не тот Уровень Получился Значит Сначала Ну да Сначала Прочту Если позволить Стихотворение Владимира Владимировича Маяковского Его стих Я некоторые знаю Наизусть В отличие от стихов Арчита Да Я думаю Надеюсь Арчит сильно Не обидится То что Его стихотворение Наизусть Не выучил А Маяковского Выучил Стихотворение Называется Как я сделал Со собакой Ну это Совершенно Невыносимо Весь Как есть Искус Злобой Злюсь Не так Как могли бы вы Как собака Лицо луны Гололобой Взял бы И все Обвыл Нервы Должно быть Выйду Погуляю И на улице Не успокоился Ни на ком я Какая-то Прокричала Про добрый вечер Надо ответить Она знакомая Хочу Чувствую Не могу По-человече Да что это За безобразие Сплю я что ли Ощупал себя Такой же Как был Лицо Такой же Какому привык Тронул Губу А у меня Из-под губы Клык Скорее прикрыл Лицо Как будто сморкаюсь Бросился к дому Шаги удвоив Бережно огибаю Полицейский пост И вдруг Оглушительное Городовой Хвост Провел рукой И остолбенел Ну это вот Всяких клыков Почище Я не заметил В бешеном скаче А у меня Из-под пиджака Разверился Хвостище И вьется сзади Большой Собачий Что теперь Один заорал Толпу растя Второму прибавился Третий Четвертый Смяли старушонку Она крестясь Кричала про какого-то черта И когда Навострив лицо В усищевеники Толпа Навалилась Огромная Злая Я Встал на четвереньки И Залаял Ах! 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 Это Владимир Владимирович Майковский Как я сделал с собакой? К сожалению И Аплодисмент Да не обязательно Может люди не хотели Аплодисменты Требует аплодисменты Это не тактично Как минимум Счастнялись Может быть Нет И Я решил Адаптировать Тоже это стихотворение Для современников И Назвал стихотворение Как я Сделался гопником Ну это Совершенно Невыносимо Как гопарья Искусом злобы Телефона нет Одна лишь симка Где б трубу достать? Зырю Воба Может на улице? Выйду Погуляю Вышел Бессмысленно Безуспешно По двору Наверное Укругаляя Иду дальше Со взглядом Бешеным Думал Верно Совсем я спятил Решил К ларьку Подойти Заявой И тут Знакомая С айфоном С айфоном Пятый Ну блин Полюбаш Кинет заяву Да и вообще Что за мысли Такие вот То ж Не только глупо Рискованно Если тещин язык Доведет До Киева То меня Мои мысли До зоны Иду дальше Ко мне Препод Матана Пытаюсь пройти Как можно тише Сказать Добрый вечер Но тут Спонтанно Я ему борзо Здорово Братиша А вот бумажку Я потерял Нет Это не табы О Сейчас Одну с ками Нет 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 Паузу Сделаем Да Краснее Пошел Дорогой Другой Разбил По пути Терминал Киева И тут Осторожно Провел Рукой А у меня Вместо Брюх Спортивки И в ту же Секунду Ко мне Менты А дальше Зеваки Прохожие И все Отучат Пальцем Нагло Молты На человека Уже Не похожий И когда Толпой Собрались Горожане Жители и гости Елена Азую ветвь Переименуем Для иностранцев В англосаксонская Black River Название Старые достали Дорвоты Архаизмами Хвастаться Толка Нет Вот Были Скажем Московские Ворота Но будет Московский Теперь Турникет Технолог Технолог Мы назовем Техновилкой Да так Просто ради Тупого Прикола Вам и нравится Это ж миленько А у меня По артериям Холод Гостиный двор Отныне Кремлевский Вор Он ведь Родом Из этого Города Раскрасим Золотом Постелим Ковер Как-никак Петербургская Гордость Маяковского В итоге Обзовем Полосковской Контрольным Выстрелом По русской Поэзии Что смущаетесь Вам неловко А я рад Я доволен Я счастлив До нельзя Когда названия Все Будут Поменены Прокричу я Исполненный Чувством Веры В этом городе Есть Пусть и временно Одно место Лишенное Лицемерия Ну что, заканчивать Или еще парочку Можно? А есть еще? А есть еще? У тебя еще есть Смешные стихи? Конечно Намного смешных стихов Ну как Они Относительно Смешные Относительно Малую прозу Но она немного пошла Детушная Ну а она без матов Ну ты держи сам Так Малая 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 Тебе дальше Не нужно На четвереньки Спасибо Спасибо Сказка про жопу Малая прозу Я ли Твоя родина Спросила жопа Ты мама Ты Отвечала какашка Конец Мораль Если считаешь Свою родину жопой Ты говно Вот так А вот еще Сейчас Может слышали Такое понятие Ванильное Поехали Или еще что-то Есть ванильное Есть антиванильное Что в принципе Одного и того же уровня Примерно Я пытался тоже Думаю Надо Как все Нужно писать То есть популярные вещи Чтобы развиваться Как автор Хотел даже Переименовать себя Не Джамиль Нилов А Ваниль Милов Потом передумал И вот И В этой поэзии Есть несколько элементов Ванильной поэзии Как правило Которые звучат Это брендовость То есть Использование каких-то брендов Там Терминологи Всяческие Некоторые реально гуглят Какую-то фразу Чтобы придумать рифму Или что Ну меня это удивляет Много И Кроме того Некоторые образы Там Кофе Подоконник Мы всем известны Я решил этого избежать И вот написал Такое стихотворение Хорошо Последнее На подоконнике Не было кофе И только Портвейн Стоял на балконе Ты так же считала Что это любовь И Кушала Ролтон Со вкусом бекона Ведь он Неизменно одетый Вадик Подъедет себе На ванильной копейке В салоне играет Русское радио И ближе к затылку Звинута кепка В кармане Измятая Пачка Звинута кантомов В зубах Винсен Блю Он другой не курит Ну Ты его кинешь Останешься дома Ведь ты не такая Как все Ты не дура Ты сфоткаешь губы На флайзе 3000 И фото на аву Выставишь быстро Такую как ты Он хер где отыщет И ава Последний Контрольный твой выстрел Спасибо за внимание Здравствуйте Подожди Я бы хотела сказать Это работает вообще микрофон? Да Вот так вот Я бы хотела сказать Что мне очень нравится творчество Джамиля Нилова И хотела подарить тебе Боимедвежонка О, у нас объявились поклонницы Да, этот медвежонок Он голубой медвежонок И его Томец Да, и Им можно развивать Моторик в руку Чего же вы без медвежонка Это вышли Слушайте, а вам понравился Нилов вообще? Да Да Действительно голубой В ромашку В ромашку, да Храни его За ты же это ребенком Да Вот так Ну вот Это главный приз был Кто следующий? А кто? А что я? А Бухает? Дмитрий Воль Дмитрий Воль Дмитрий 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 Да ну нафиг Его здесь нет Мы его не позовем Константин Струков Хорошо Константин Струков здесь есть? Да Здесь есть А, Костя Выходит Да, а Дмитрий Считает Не трогайте Нашу аппаратуру Костя Три стихотворения Да Да я могу и два Мне главное объявление здесь Давайте Делай Да В конце октября Начинается Такое мероприятие Как Поэтическая лига Поэтическая лига Это Командные соревнования Поэтов В общем Вы можете найти Нашу группу Вконтакте Если наберете Поэтическая лига Приглашаем всех Но учитывая то, что Поэзия все-таки Вещь индивидуальная И если Есть Сильные Поэты Которые хотят Принять в этом участие Но у них проблема С командой Вы в общем Пишите Мы подумаем Какие-то варианты Давайте поспишем стихот Все, понял Набираем Вконтакте Поэтическая лига Дальше все будет Отлично Правда, я еще Видим Код не дойдет Слушайте Ну, лет через сто Твою речь услышат На видео Ну, здесь же Кто-то читает Да, здесь Пройдя Сквозь все Преграды И препоны В мечтах О той Единственной На свете Я написал Свой номер Телефона На каждой двери В женском туалете За мной Семилетка В снегах Синевой За ней Музыкальная школа Паршави Какие же все-таки Разные мы Но трахаться Это нам с ней Не мешает Бабы Бабы, которые Все прощают Носятся Ждут Как на сетке Куры Кушают все Что им обещают Это обычные бабы Дуры Бабы, которые Точат когти Требуют Кровушки Трепят нервы Все у них в деле Коленки Локти Это обычные бабы Стервы Непостоянные Душой И телом Бабы Всех наших Проблем Причина Но несмотря На такое дело Будь снисходительным Будь мужчиной Я с детства Люблю Тараканов Уютных Домашних Зверков Мы с ними Сдружились На равных Деля вместе Пищу И кров Бывает Бегут ко мне Стайкой Как дети Не сядь В запуски Они у меня Попрошайки Я часто Кормлю их С руки Еще я люблю Крокодилов За то, что Характер Прямой За то, что Судьба Наградила Способностью Жить под водой Большой С изумрудной Кожей Красавец Мужчина Орел На гардемарина Похожий Я в ванне Такого Завел Но больше Всех тварей На свете Люблю Траглидоидов Я Давно у меня На примете Одна небольшая Семья Они могут жить Даже в банке Едят все Что увидят Вокруг Умеют подбросить Подлянку И взять Если что На испуг Они обучаются Сами Обманывать И воровать Пьют водку Дерутся ногами Зато любят Правду искать Их жизнь Изучая С начала Рождения До стертых Когтей Я все Удимляюсь Как мало Похожи Не на людей Никому не нравится Я понял Пора заканчивать Наверное Я еще танцевать Ну хорошо А у вас Ухарим Короче Пальмой Разыгрывая любовь Когда им было Лет по пять А тут вот Встретились Опять Ну и обоих Завертело Жена Никоши Говорит Мол Не разыгрывай Отелло Побереги Свой простатит Ты хоть задумался Откуда Моя дубленка Сапоги Ты ж не прикладывал Руки А новый Грюндик От верблюда Остынь Кончай В бутылку Лезть Скандал Он Дело Не решает Давай Оставим Все как есть И Дима Нам Не помешает А если нет На все четыре Чтоб духу не было В квартире Ты ведь прописан Ты не здесь Прикинь Какие суки есть Короче Год живут втроем За все Башляет этот Вова А мой приятель На готовом Жена Квартира Все при нем А дальше Полный гондурас Гормонов много Под трусами У них девчонка родилась А кто отец Не знают сами Вот люди Весело живут А мне в облом Старею что ли Но есть лекарство Абсолют Как говорил Барклай де Толи Прими Чтоб Башню Не снесло Да Жизнь сегодня Бьет веслом Не успеваешь Увернуться Проносят встречные огни Притормозить И оглянуться Сложнее стало В наши дни Век чудотворец Век факир Порюхал Старую ментальность Самтаймс Самтаймс Мне кажется Весь мир Виртуальная реальность Но есть лекарства Ну ты понял А посидеть Все время нет Всегда В делах Всегда В загоне Давай хоть через интернет Ты иногда Вот так заглянешь Ко мне сюда В мою трубу Пиши Фамилию ты знаешь Собакамейл.ру Спасибо Константин Струков Константин Струков Спасибо Костя Спасибо вам Поэму прочитал Замечательно И Дмитрий Яськов Завершает Сегодняшний Или у нас были там Желающие еще Стоп А ну давай Дима Ты готовился Я совсем забыл У нас же Великолепный Георгий Амартол В зале И он будет После Дмитрия Дмитрий Дима А чего Я сам справлю Ну давай Ввиду того Что вообще Сегодня происходит Я тоже начну С какого-то Более жесткого Варианта Потому что я решил Что он для меня жесткий Но ввиду того Что сегодня происходит Я просто с него начну Если у вас Не сложилось Вечером Встретить троллейбус В ванной соседа При этом В желудок Пролезла печень И желчный пузырь Заглянул Следом Если опять Не сложилось То с вами Не пытайтесь Идти к врачу Призываю вас Пейте Мочу Мочу И при этом Вас влечу Напоследок Монту Мочу И ударю Коленом По печени Чтобы меньше Душила Не Давай Действуй Хорошо Ну так получилось Что я последние годы Регулярно пишу Стихотворения На годовщину смерти Владимира Вильевича Ленина И может у них Есть что-то смешное А вот Стихотворения На 87-летие Со дня смерти Ленина Еще один год Остальных Ненавей Все года За один Сошли бы С тех пор Как над миром Навис мавзолей Печальной Гранитной Глыбой Не щурит Больше свой глаз Озорно Косырь Финоугорский Нихому Больше ходить Позерно В новые Продразверстки Выбрало время В течении своем Новую точку Отсчета Но вектор Утратив Застыл водоем Куда Без вождя Потечет он Да Теперь стихотворение На 88-летие Со дня смерти Ленина Оно уже повеселее Ну Это трагическое событие Несколько дальше Во времени Видимо И по этой причине Не лысина даже А целая плешь Голая Как колени Как яйцо Прямо жарь И ешь Но подхожу И не вижу Где ж Где твоя лысина Ленин Манит загадками Хитрый вид Ввысь Изваян и вырос Но под осадками Череп скрыт Белым завален Идол стоит Будто из ванны Вылез Мною намек Его сразу прочтен Дальше иду Довольный Напоминает Ильич Что он Так же Лысину скрыв Под шиньон Брал в 17-м Смольный Вихри враждебные В виде стал Бьют как цунами Об остров Он же где встал Простоит и до ста Лысины Ловко орудовать стал На высоте своего Поста Как над строкой Апостров Ну и последнее На сегодняшний день Но поскольку Прошло все 89 лет 90 еще Будет в следующем году Стихотворение На 89-летие Со дня смерти Ленина Мечусь по жизни Крокодилом бешеным Но каждый раз Как вижу Ильича Я восхищаюсь Его мудрой проплешиной Моя душа танцует Ча-ча-ча По метам голубинам Разукрашенной Где парк облюбовал А где вокзал И бередят Как трактором по пашне Живые Говорящие глаза Причат Шиперятся Глазища Трактор Корта вощурясь Говорят Допытываются Товарищ Так-то Я взглядом Отвечаю Так-то, брат Такого глазуна Пустить в прохожего Ильич Мостак А я чуть жив И нем Стою От восхищения Скукоженный Уже забыл Куда иду Зачем Спасибо На этом цикл Завершается По естественному А у тебя есть еще Смешные стихи? Про Ленина? Про кого? Ну еще про Ленина Одну есть Такое коротенькое Но оно, кстати, Тоже пародия На стихотворение Анинского Про то, что Среди миров Мерца не светил Одной звезды Я повторяю имя Вот пародия Про Ленина Он в каждом городе Несет свой пост Его прищур Знаком любой собаке Он по ночам Светлее далеких звезд Сияет Своей лысиной Во мраке Когда в сто тысяч Солнц сверкает день Спасение от жары Приносит Ленин Не потому, что Он отбрасывает тень А потому, что с ним Спасибо Больше нет смешных психологов? Про Ленина больше А не про Ленина есть смешные? Ну есть Давай Не про Ленина Теперь А ты говоришь В руках еду Быть быстрее Выше и сильнее Кончу универ В окей пойду Там меня с дипломом Сразу примут Я им предложение внесу Я переведу С латыни Приму Разложу по алфавиту Колбасу Чтоб в коллегах Было убеждение Что не зря Русистику прошел Буду ратовать Чтоб заведение Переименовали Хорошо А по выходным В библиотеку Буду рано приходить С утра И над книгой Двенадцатого века Мускулом задумчиво играть Еще какой-нибудь? Слушай, ты так редко приходишь Давай Есть стихотворение Про сражение Крестьян И медведей И трактористов Там эпиграф есть Из повести Платонова Котлован Медведь Правильный пролетарский старик Мишка Мишка Где твоя улыбка Что печален Идол шерстяной Укажу тебе я на ошибку Что была допущена тобой Помнишь раньше Выходил в развалку Из берлоги Издавая рев И в ответ Как эхо раздавалось Дружное рычание тракторов Это в поле Плуг стальной машины Смешивал крестьянов с целеной В каждом тракторист Сидел в кабине Ласковый, хороший и простой Нынче в поле неприютно Глухо И крестьянин рыщет Как шакал Задь буржуйская Тебя кусила муха Что всех трактористов Ты сожрал Неприютно стало И в берлоге Горе посетило Мирный дом Как чума Явился на пороге Бешеный крестьянин С топором А за ним Толпою озверелой Хлынули работники села С вилами Медведица хотела Медвежать Прикрыть Могучим телом Ни себя Ни их не сберегла Ты и сам лохматый Чудом спасся Хоть давил крестьян Как комаров Сам без глаза Правого Остался И рекой текла Медвежья кровь Зревел ты Из последней силы Схлынули крестьяне В тот же миг Побросали топоры И вилы Рев приняв За тракторин и рык Мой совет Не жди их возвращения Убегай Родной покинув лес В поисках ударного селения Под защиту Славный МТС Моторно-тракторной станции Знаете, обладаясь Обаянием Эроническим обаянием Это великое дело У тебя же есть Можешь выходить Ничего не делать А про паровоз Я прочитал Да? Ну да А есть кто-то еще Ну я вот так не готовился Слава не смешно Ну Могу Кочегарскую Свою стихотворение Ну я вот Наверное Второй эстопник уже Поскольку один уже выступал И вот у меня Из эстопнической практики Тоже есть стихотворение Летящая птица Вполне представима В котельной Не только на улице Егор Кочегар Срать Никодиму Кидается жареной курицей Немного пролетной Встречается птица На нашей подвальной окраине Такое наверное Может присниться Пускай прилетают Хоть целые станицы Но хмурое утро Посмотрит в бойнице Увидишь все стекла Задраенные Квадратные Цвета засохшего хлеба Ни солнца Ни ветра Ни форточки Далекую кромку Манящего неба Увидишь присевшую На корточке И сердце заплачет В груди сиротливо Пустым переливом Пустым порывом Но вдруг Перерезало небо полоску Отсюда без клюва Даже без хвоста Что-то летящее К дому неброском Дальше непросто Кончился плоский Небо кусок Остается ли с сердцем Птицы высоты С собой увлекомым Думать Чему же пернатая верится Может летит она В форточку дома Что там найдет она Ректора комнату Хладный и гибельный склеп Если увидит Надолго запомнит Свечи не курицы Гипсовый слепок Птица узнает Внутри ее тела Рвется и дышит Не только душа Будет ей сниться Как в фартуках белых Ветеринары свинью потрошат Или в другой Окажется комнате Там где живой уголок Кактусы пыльные Стройные, строгие Словно покойники На полдороге От гроба помойки Смотрят глазами цветов В потолок Птица узнает Бывают цветы Без лепестков И без запаха В памяти долго Не может остыть Образ их Грустный и затхлый Мысли печальные Тянут с собой Вниз от окна кочегара Их он прогонит Ему не впервой Схватки неравной С подземной судьбой Грудь подставлять под удары Форточку сделав В окошке крыластую Может настанет пора Тогда ясную Птицам дорогу Проложить себе Жаль только жить В эту пору прекрасную Уж не придется Ни мне и ни тебе А там у тебя Обрывается Нет, я думал Продолжить зал Я думал Так зажег Что сейчас Я продолжу Георгий Амартол Спасибо Игорь Кабанов Выходи Давай Игорь Поскольку ты в последнюю секунду Вписался С тебя еще один стих Это будет длинный стих Я пил и пел Не утерпел Тремя аккордами кипел Котел звенящий Облупившейся гитары А что же мне Все дни пахать Ведь нужно как-то отдыхать Веселье нужно Я же совсем еще не старый Я крепкий Как дубовый ствол Я работаю Как вол Один писатель Услыхав Об этих фактах Взглянул тогда Из-под бровей Бери сравнение На вейну Что ж по-новому пошу Пошу как трактор Про золотой морской причал Я что-то громко прокричал Как пароходы бороздят Большой театр Все скрылось дымкой голубой И тут я понял сам собой Никто не слышит Вместо горла радиатор И в нем шипит Что выпил я Кабина, голова моя Ногами гусениц Еложу все сминая И кто-то с трещиной в губе Стучит по выхлопной трубе Но мне не больно Ведь она теперь стальная Да кто там Подойди сюда В театре новой суда Пробороздили борозду В четыре акта А я мотором все хреплю Не хочешь слушать Задавлю Да нет, не буду Пошутил Я добрый трактор Да что ты Хоть ногой пни Все люди стали Будто пни Что вы застыли Что за лица Что за роли Эх, раступайся, детвора Вас выкорчевывать пора Здесь будет свежее Распаханное поле Все срежу Зубчатым бортом До основания А потом Придут другие Да и что-нибудь посеют Я так хотел Но не успел И лишь соляркой пропотел Перевернулся И железным ртом не имею Вот задышал, порозовел Да и конечно протрезвел Синяк зеленый Тихо светится под веком Утих железный жгучий пыл И снова стал я тем, кем был Рабочим, мирным И хорошим человеком Но мне кричат из-за стола Ты нам ответишь за дела Сломал все стулья А еще диван в придачу Разбил четырнадцать окон И даже уронил балкон Да то не я был Ну а я сижу и плачу И трое, да и то с трудом Поволокли меня в дурдом Меня всего С черновиками и с гитарой Но я легнул Я обманул И только тихо подмигнул Им на прощание Зеленой новой фары Меня ты любишь Друг мой дорогой И обнимаешь И целуешь тоже Ты говоришь Что я совсем другой И на других Я вовсе не похожий Что я красивый Шепчутся уста Жаль волосы тверды Как провод медный И что теперь Я видимо устал И от того Совсем немного бледный А помнишь ту листву На тополях Ты удивлялась У аллеи где-то Зачем я говорю О кораблях О спутниках Тарелках И ракетах Стояли мы у старого куста Я произнес Кто я Сильнее Четче Но ты решила Я опять устал Я умный Может физик Может летчик Ты обнимала На суром ветру Ты плакала Давай начнем сначала Любовь слепа Пойми Мой нежный друг Ты многого во мне Не замечала Ты думаешь Что ждет нас впереди Эх бедный Человечек мой влюбленный Ты говоришь Я бледный Погляди Ведь я совсем не бледный Я зеленый Я пищи не беру Не пью воды Лишь по утрам Облизываю стены А волосы мои С того тверды Что эти кудри Радиоантенны И ты уже не сможешь Быть со мной Скажу тебе опять Сильнее Четче Что я инопланетный гуманоид А вовсе не физик И не летчик Ты нравишься мне Милая Прости Но я земные ласки Не приемлю Ведь завтра утром Около шести Мы разом нападем На вашу землю Мелким дождем Облака больны Воздух такой Даже страшно трогать Трассу царапает луч луны Будто серебряно-синий Коготь Нет, у меня не хмельной угар Нет, я не сплю Я от печки греюсь Я заезжаю на тротуар Так вам сподручнее И мне быстрее Пастью затяв В открытый люк Вы не пугайтесь Объезда в си Едет маршрутка И я рулив Красные губы А сам я синий Жутко А мне все равно Маршрутка Пустое окно Сгинул Город во мрак Машину Угнал вурдалак Бабка По стеклам стучит клюкой Стой Или палку в тебя всажуя Что же ты бледный Теперь такой Страшно Машину угнал чужую Лучше б мы ехали на метро Кто-то свалился Коснулся пола Он ведь сосет Из бутылки кровь Скоро и нас покусает Сволочь Не выпускает отсюда гад Жарит нас печкой Ветром студит Мы отправляемся прямо в ад Ад для маршруток Слыхали люди Жутко А мне все равно Маршрутка Пустое окно Сгинул город во мрак Машину угнал вурдалак Кто же вас глупых сюда манил Печку не трогать На стеклах иней Нет, не угнал я Я подменил Сутки рулю От того я синий Просто устал я Печаль сквозь смех Красные губы На них простуда Только доставлю до места всех Если вам в ад Довезут оттуда Видели знак Потому не мог Здесь выпускать У твоей парадной Но в бутылке Томатный сок Хочешь попробуй Что нет Ну ладно Спасибо Игорь Кабанов Спасибо Игорь Кабанов И Дмитрий Выходи Дисков Руслан Позови Руслана Там этого Латушка Руслан Латушка Руслан Дима выходи Сейчас Подожди Не, не закрывай там дверь Сейчас Дорогие друзья Мы уже завершаем Кто-то есть Кто еще не высказался Нету Открой дверь Открой дверь Руслан Иди сюда Нет, нет, нет Значит Господа Тихо, тихо Руслан Ну подожди Иван Тихо Ребята Вот сейчас Такой у вас Дуэль импровизации Давайте Дуэль импровизации Нет Извините Уж пожалуйста У нас театр поэтов Театр поэтов Давай Сначала Дмитрий Медисков От пионерской Когда шоу Болело что-то? Я вообще не собираюсь Я хочу сказать Одну простую вещь Все мои стихи Посвящены женщинам Ну вот самая И я хочу сказать Это все говно Вот что он говорит Ну вот самая Так Мое самое любимое Стихотерин Которое первое Было напечатано В газете В газете Одной строкой Я просто Руслан Извини Пожалуйста Оно было Простое Некролог И потом Меня обозвали Академиком То есть Академик Я перепутал Некролог Академик Я академик И как академик Я это стиховарение Напечатлен Оно Одной фразой Было В газете Напечатано В газете Полюбил Некрасивую Запизду Ее Сивую Все Жопа какая-то Вообще Ей богу Если честно Лучше я поимпровизирую В дорогу Когда закончится Этот бред Сегодняшний Мой вынужденный Володя Если б ты мне говорил Куда я приеду То слава богу Теперь я понимаю С кем я имею дело Это ж Абсолютная чушь Ребята Хотя и весело Хотя и смело Да бросьте вы В конце концов Вот они и стихи А дальше пустошь Пустошь Володя И прочие лихие Грехи Такая же минутная Слабость И муть Которую тебе Никогда не придется Высказать Забудь Это был Дмитрий Юськов Спасибо, Владимир Словоблудие Словоблудие Экспромт Сочинил на ходу Этот Дмитрий Ваше Словоблудие Вообще Ничего не знает Я вам сейчас Одно стихотворение Прочитаю Которое Опять же Я посвятил Одной женщине Можно я не уйду Уйди ты куда-нибудь Национальщик Национальщик Ну да Я действую Дай я тебе поцелую Не-не-не Только не ты А почему это не я Да потому что Ты там перецеловал Всяких бог знает кого На пианист Ребята Здесь у нас Все-таки Я его поцеловал Ладно Хорошо Ладно Серьезно Сихотворение Вообще О любви Такая О жизни Все Одна моя знакомая Вообще обалдела Родных могил Родных могил Давно не видел Забыл Стареющую мать Как будто Прежнюю Блину Я жизнь Прошедшую Читал На безделушку Из фарфора Глаза пустые Опустил В общем Короче Я все Стихотворение Спасибо Это был Руслан Латушка Спасибо Руслан Мы вас еще Позовем Обязательно Что Что случилось Андрей Зотов Давай Андрей Зотов А Дмитрий Дмитрий Ющков Что за люди Пожалуйста Читай А я специально Самое длинное Сейчас прочитаю Хорошо Давай У нас так Все нормально Уходи Уходи Спасибо Руслан Латушка На самом деле Ты говоришь Художник Художник Кто Я Был художником Хорошо Ладно Мы тебя Не отлично Еще встретимся Обязательно На самом деле Все Можно Теперь Оказывается Еще не Все Спасибо Руслан На самом деле Извините Я Вынужден был Тоже Понервничать Володя 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 Ты сам Не прав Ты сам Не прав Ты сам Не прав Я всегда Не прав Нет Ты всегда Сам И всегда Не прав Ну так вот Значит Ух Какие каблуки Так вот Стихотворение Длинное Написанное Специально По случаю Сегодняшнего Мероприятия Специально Для этого Мероприятия Как собственно И все стихи Которые я Сегодня читал Кстати Вот Юмор ФМ Да Ну оно Знаете Такое Оно будет Вас Все Начинаю За твою Импровизацию Готов послушать Даже длинное Специально Буду Эмоционировать Эмоционировать Ты была Одиночеством Совести Приходилось Любуюсь Под утро На незрелые Пьесы Повести На спешащие Вомут Минуты Обнаженную Что душа В кризисе И ласкал Твою Тонкую Фабулу Я твоей Наготы Испуганный Надевал На тебя Платьец Твой Эфир Мне казался Поруганным Той Рожденной Во мне Сумятицей Впрочем После осили Втрепеты Пригляделся К твоим Разногрудием К твоему Верещащему Лепету К черепкам Перебитой Посудой Осмелев Я менял Твои Облики И срывал С тебя Разные Платьица Представляя Тебя То воблою То кикиморою То каракатицей Не щадясь По студенной Студенщине По граненных Стаканов Плотностям Я читал Тебя Голой Женщиной Супротив Твоей Ранней Кротости И разнузданный Новый Впадиной Позабыв Оперение Малой Я карал За кларнет Украденный И тайком Забирал Кораллы В буйном Счете Однажды Сбился Я Застучал В темноте К выходу Заскулил От твоей Немилости Запростил Унести Лихо На мольбу Ты пришла И взором Оглядела Мой пьяный Шабаш По углам Моей комнаты Хором Многогрязно Гудели Жабы На стенах Повисает Туго Всех Трофеев Живые Черви Тяготили Меня Недугом Многоликой Чужой Стервы Я тогда Посмотрел В глаза Твои Глубоко Раз Наверное В первый От разбросанной Пошлой Жатвы И загрубевших Моих нервов Вдруг Скулить Предложилась Глотки А ладони К тебе Выстроились В нерасчищенном Околотке Ты смущенно Над всем Высилась И я Опытом Отягощенный Отчего Разумеется Смелый Уволок Твою грудь В ладони И почувствовал Вкус Тела А глаза Твои Без кокетства Разметали Метлой Трофеи Я смотрел На забытое Детство И устами Тебя лелеял А потом Я признаюсь О муза Я немного Опешил Заметив Как ты В теплых Прошла Рейтузах Как пожарила Мне котлеты Как отметила Мой день рождения Как детей Родила Ласковых Разделила Со мной Печаль Спасибо Подожди Не уходи Спасибо Дмитрий Юськов Супер Слушай Давай вот В октябре Сезон Я открываю В HD поэзию Там Пишешься Потом разберемся Спасибо Спасибо тебе Спасибо Вот Вот так Нужно брать В театре поэтов Вот брать силы Ну творчеством И энергии И пожалуйста Вот гости у нас Сегодня Находите Представьтесь Сами Я буду держать Андрей Стихотворение Стукач Павлик Андрей Стукач Нет Я имею ввиду Фамилия Как ваша Андрей Зотов Да Стихотворение Стукач Павлик А стихотворение Андрей Зотов Хорошая шутка Нет Я не шутил Я просто Под видео Подписывал Он меня Размешил Я реально Так подумал У Павлика С детства Мечта Голубая Хотел Милиционером Он быть Чтоб В схватке Жестокой Наш сон Охраняя Воров А бандитов Ловить Но Главная Бдительность В этой работе И Павлик За всем Наблюдал Вон Семин У Сашки Из пятого Класса Пятнадцать Копеек Отнял Андреев С Козловым Играли В трясучку А Костя Минаев По кличке Шуруп Царапал На парте Заточенным Стержнем Название Западных Гру А после Уроков Как будто Случайно Пашка Спускался На первый Этаж Заглядывал К завучу В дверь Осторожно И спрашивал Ольга Петровна К вам Можно Про все Это Павлик Утерно Стучал И врыл За это Не раз Получил Спасибо Спасибо Дорогие друзья Закончит вечер Владимир Антипенко Своим стихотворением Стихотворение Гениальное Сразу Предупреждаю Всем уже Ну Как это Хит Хит Когда Хит То есть Его Можно слушать Много раз Каждый раз Получать заново Впечатление Это мне стихотворение Уже вот так Вот обрыдло Его я Исполняю Очень часто К сожалению Многие думают Что вот это И есть поэзия Антипенко И они правильно Так думают Потому что Это и есть Поэзия Антипенко Вот Но Ради сегодняшнего вечера Чтобы Все-таки Я считаю Что сегодня У нас было Ну так Три с минусом Ну было где-то смешно Но три с минусом Сегодняшняя оценка вечера Вот Моя личная Но на видео Все будет гораздо приличнее Конечно Вот А вообще После таких вечеров Даже театр пайтов делать Не хочется Вот Потому что Какая-то фигня Ну скучно все Скучно Ребята Сережа Вот иди сюда Можешь на секунду Уйти Не можешь Купился Они все купились Серьезный человек Я пошутил Было очень смешно И спасибо всем Кто сегодня здесь Слушал и выступал А все-таки Я завершу С собой А Можете Подержать Девушка Подержит Не пожалеете Так Держите Вот здесь А Джон И ближе Прихоть Становится Владимир Владимир Антипенко Для Львова Вот ваш ответ Давай Пассажиры Не стойте в проходе Поплотней Поплотней Куда прете Я за этим Место Место третье Третье на место У кого протекает корзина Не вертите же шляпу И Зина Что на вас это было Дубленка Передайте Пописать ребенка Зина Выйдите там Разберетесь Что тут ваше Ведь что Все смеетесь Все здесь Ноги Да ваши Едва ли Утро Что вы на них Надевали Полокнедр свободных А это Это кто-то Меж ними Ну лето Надо втиснуться Звитесь Отдайте Проводник Никого не пускайте Вам бы серную мазь Для чего же Зина Встаньте плотнее Для кожи У вас сыпь Я почувал на теле Да не смейте же вы В самом деле Эй Садитесь на колено Другое Не мое На моем уже двое Уберите свой локоть Мужчина Как вам только И несовестно Зина Положите коллег У какого С каких пор вы коллег С Санкова Ляпте тем Мне пора отправляться Гражданин Может хватит смеяться Едем Кто-то остался Отлично Дима Фигу А неприлично Эй Хороший урожай Вот так номер При таких дождях Чтоб ты помер Эдуард Пашков Спасибо Все Мы не помираем Мы живые Действуем Сезон открываем Вперед Ура Спасибо Всем Правда Искренне Большое спасибо Что пришли И слушать И выступать В том числе Вот Я думал Никто не придет Хотя там и тысяча человек Было Все Спасибо Все И Вове Тихомирову Спасибо Что снимает Спасибо